ПЕСНЯ ПЕСНЯ 10.06 предлагается открыть работу семинара рабочего движения и фонда рабочей академии и федерации профсоюзов России, Российский комитет рабочих. Значит, уважаемые товарищи, предлагалось предварительно следующей повестки дня. 2. Борьба за прогрессивный и коллективный договор, борьба за режимы рабочего времени, выгодные для работников. 3. Об использовании отраслевых соглашений в интересах обыкновения. Значит, предлагается определить регламент Российского комитета рабочих. Значит, предлагаю докладчикам до 20 минут, выступления при них до 10 минут. Значит, с перерывом на обед. Обед у нас также будет в 13.00. Значит, ведем работу до 12.30. Потом выдвигаемся до... Также каждый час небольшой перерыв для проветрения помещения. Значит, мандатная комиссия. Ознакомлю вас, значит, товарищ Чопа, товарищ Гиль, товарищ Круглов и председатель товарищ Федин. Значит, во время работы товарищ Федин отчитается за мандатную комиссию, а так, в целом, в принципе, к работе мы готовы. Кто за предложенный регламент работы, работаем до 6 часов вечера, да? Кто за предложенный регламент работы, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Значит, приступаем тогда к работе семинара. На повестке дня первый вопрос. Борьба за прогрессивный коллективный договор. Докладчик Калит Валентин Владимирович. Значит, здравствуйте, товарищи. Я Калит Валентин Владимирович, являюсь сопредседателем Российского комитета рабочих. Также я являюсь председателем независимого профсоюза рабочих защита у себя в Саровской генерирующей компании. Я электромонтер 6-го разряда, электроцеха Саровской генерирующей компании. Значит, вопрос интересный. В этом году очередной раз представители нашего профсоюзного комитета участвовали в переговорах с работодателем за заключение коллективного договора. Значит, что предшествовало этому событию? Этому событию предшествовало написание своего проекта. То есть, уже были неоднократные рекомендации российских комитетов рабочих, в которых звучало, для того, чтобы бороться за прогрессивный проект коллективного договора, работники должны иметь у себя на руках и обсуждать в коллективе свой проект, непосредственно составленный самими работниками, где непосредственно указаны те моменты, которые будут улучшать условия труда работников на протяжении тех трех лет, на которые заключается этот коллективный договор. Согласно закону, который, Трудовому кодексу, который регламентирует действие коллективного договора, я надеюсь, кто знаком с ним, тот знает, что он действует три года и потом может продлеваться также на три года. То есть, у нас подошел такой момент, инициативу проявил в это время работодатель, то есть, объясню, значит, что они хотели сделать. Были у нас предприятия, оно относится в один из дивизионов Росатома. Между Росатому в трехсторонней комиссии заключено отраслевое тарифное соглашение. То есть, это отраслевой профсоюз, представители работодателя заключают отраслевое соглашение между собой, у нас, кстати, в повестке будет еще этот вопрос звучать, да, и эти нормы отраслевого соглашения распространяются на всю отрасль, то есть, работодателя это отраслевое соглашение обязует выполняться. Вот некоторые пункты, значит, этих отраслевых соглашений меняются, и, соответственно, чтобы привести в соответствие коллективный договор ныне действующий на предприятии, работодатель инцинирует, значит, продление уже на недействующего коллективного договора с теми изменениями, которые вошли в отраслевое тарифное соглашение. Ну, соответственно, с такими формулировками наши работники были не согласны, и профсоюзный комитет выступал со своим проектом своего коллективного договора. Мы, значит, на одном из заседаний отправили в адрес работодателя для знакомства свой проект, на что получили, значит, анализ нашего проекта, да, те моменты, которые, на наш взгляд, в первую очередь будут улучшать условия труда, это доведение поэтапное, было предложено доведение заработной платы до стоимости рабочей силы, да, расписан график такой небольшой, значит, перейти, тоже поэтапный переход, сокращение нормальной продолжительности рабочего дня, то есть, если мы принимаем проект коллективного договора на 2022 год, то есть, в течение года мы предлагали снизить рабочее время на час, потом в течение следующего, последующего года, еще на час, и так, в принципе, прийти к шестичасовому рабочему, ну, как все прекрасно понимают, то есть, эти требования работодатель оставил без внимания, сказал, что это преждевременно, нет никакой законодательной инициативы по этому поводу, что не по сокращению рабочего времени, что не по увеличению заработной платы, значит, все прекрасно понимают, что без каких-то коллективных действий, без работы коллектива, без угрозы забастовки или предупреждения, значит, забастовки, эти требования не пройдут, да, получается у нас такая ситуация, что те требования остались без внимания, мы подписали коллективный, а, не подписали, даже он до сих пор не подписан, мы согласились подписать коллективный договор на тех условиях, которые, значит, обоюдно были выгодны обеим сторонам, а те вопросы, которые не вошли в редакцию этого коллективного договора проекта, значит, попросили работодателю подписать протокол разногласий и для того, чтобы дальше работать, значит, за продвижением тех норм, которые мы у себя в проекте закрепили, да, значит, что на это делает работа, он не подписывает протокол разногласий, мы со своей стороны не подписываем протокол последнего третьего заседания, соответственно, в общем соглашение вроде бы как бы устно и было, но согласно закону о профсоюзах и закону о коллективном договоре, то есть момент завершения коллективных переговоров считается тем моментом, когда подписан непосредственно коллективный договор, то есть они уже для себя решили, что вышел трехмесячный срок, что коллективные переговоры закончены, были направлены информационные письма в адрес профсоюза, но по сей день подписи председателя Объединенного комитета профсоюзов в моем лице, который я представляю ввиду того, что у нас две профсоюзных организации на предприятии, значит, коллективный договор до сегодняшнего дня не подписан. Значит, какая ситуация, значит, нас ждет по совету старших товарищей, здесь ситуация должна развиваться следующим образом, то есть те нормы, которые мы предложили работу дателю, работодатель их не принял и получается, значит, идет дело к коллективно-трудовому спору. Соответственно, мы вот сейчас ждем, что работодатель не подпишет протокол разногласий, то есть и будет надеяться на то, что коллектив успокоится, потом они придумают какую-то вот ближе, наверное, к Новому году процедуру для того, чтобы профсоюз подмахнул им, значит, этот проект, ну, не проект, а продлил все-таки этот действующий, да, коллективный договор, но опасность в чем, значит, мы продлеваем этот коллективный договор, в случае, если мы успокаиваемся, то есть у нас ничего не происходит, да, то есть три года мы живем опять по тому коллективному договору, который у нас есть, то есть тут уже надо обращаться к коллективу с таким вопросом. Для чего мы выходили на переговоры, значит, для чего мы делали свои предложения, то есть устраивает вас такой ход событий или не устраивает. Ввиду того, что организация небольшая и постоянно для того, чтобы прибегать к каким-то активным действиям, организации приходится собирать, согласно 30-й статье Трудового кодекса, доверенности для того, чтобы представлять интересы работников перед работодателем. Как показывает практика, эти доверенности, значит, ну, соответственно, берутся у тех, кто не состоит в профсоюзе или состоит в другом профсоюзе, который, значит, не занимался практикой составления проекта коллективного договора, да, потому что их, в принципе, и так все это дело устраивает. Вот, в общем, значит, мы постепенно, проведя определенную работу, подошли, значит, к следующему моменту, который называется коллективно-трудовой спор. Для того, чтобы его развить, в принципе, согласно Трудового кодекса прописано, то есть момент подписания протокола разногласий наступает уже коллективно-трудовой спор, то есть как он ведется. вся эта процедура также прописана Трудовым законодательством и, в принципе, можно по структуре ведения самого этого предприятия понимать, да, как это все будет идти. Но здесь такая ситуация, понимать в первую очередь должны активисты, кто эту работу будет вести, и эта работа должна свестись непосредственно с работой в коллективе. То есть людям надо объяснять то, что происходит, значит, переговоры, какие цели, задачи ставит перед собой коллектив, да, все прекрасно понимают, что без угрозы, еще раз повторюсь, без угрозы забастовки или без самой забастовки, как показывает практика, невозможно заключить коллективный договор в интересах работников. То есть формы этих забастовок может быть разные, но самая главная задача – мобилизовать на это коллектив. То есть если коллектив к этим действиям будет готов и будет поддерживать своих активистов, то наверняка нас ждет успех. Если коллектив будет в недопонимании, в незнании того, что происходит, будет дезинформирован, причем это может быть, значит, тоже такая ситуация, что работники или представители коллектива ходят и знакомят с одной информацией своих работников, да, а работодатель, значит, ведет свою же работу. То есть тем самым дискредитируя работу профсоюза, он говорит, хватит вам заниматься ерундой, что вот вам спокойно не работается, вроде у нас все прекрасно и все хорошо, да, но если было бы все прекрасно и хорошо, тогда бы не было тех предложений, которые все-таки работники поддержали. То есть получается, делаем такой вывод. Первое, мы берем, значит, для дальнейших действий нам что нужно, это поддержка коллектива, то есть проект должен быть обязательно обсужден и поддержан коллективом. Второе, надо завоевать всеми возможными законными способами большинство на представление интересов перед работодателем. Лишь только в этом случае приступать к переговорам. То есть если эти первые шаги не проделаны, то и не стоит, в принципе, начинать эту работу, ввиду того, что когда организация не готова, надо понимать, что по этой организации работодатель будет наносить удары со всех сторон и все зависит от того, крепка она или не крепка, выдержит она этот натиск давления или не выдержит. То есть тут надо это четко понимать. Значит, какой еще момент хотелось осветить? Для ведения коллективных переговоров, согласно статье 39 Трудового кодекса Российской Федерации, все члены профсоюзов или инициативных групп, представляющие интересы работников и ведущие работу в комиссии по подготовке или ведению или коллективного договора, освобождаются на весь срок ведения переговоров. Вот это очень четко тоже надо понимать, потому что у нас был предыдущий опыт, мы как бы эту статью велись на то, не как мы ее трактуем сами, или как ее надо трактовать в интересах работников, а велись на то, как ее нам трактовал работодатель. То есть он что делал на протяжении долгих переговоров, которые были предыдущими? Он освобождал нас именно на то время, которое мы проводили у него в кабинете, ведя эти переговоры. То есть никакой, это о чем говорит, у вас никакой возможности для ведения переговоров, свободного времени, никакого нет. То есть вы, по сути, и подготовиться к переговорам не можете, потому что вы занимаетесь непосредственным выполнением своих должностных обязанностей, а еще должны оторваться от этого и идти, значит, вести переговоры, хотя бы подготовиться к ним, на это время у вас не будет. Значит, следующий момент, вот в этой трактовке, да, тут надо просто настаивать, что статья говорит конкретно и держаться этой позиции. То есть, а статья говорит, что на весь срок ведения коллективных переговоров. То есть, это говорит о том, что с момента того, неважно с чьей стороны прошла инициатива о ведении коллективных переговоров, выпускается приказ. То есть в этом приказе работодатель назначает сторону, представитель сторон на работодателя, со стороны работников назначаются, то есть работники сами выбирают уже, да, представителей Кто будет отстаивать интерес работников? Значит, несколько форм, опять же, прописано коллективным договором. Будь то конференции, будь то общие расширенные собрания, будь то как раз сбор подписей. Вот, значит, следующий этап, можно сказать о нем, хотя мы его еще не прошли, но он вот буквально в ближайшем будущем, я думаю, будет пройден. Ввиду того, что все-таки, на наш взгляд, коллективные переговоры еще не закончены, они по нашему требованию, в принципе, мы отправили письмо, должны возобновиться. Но такая система, что за три месяца ведение коллективно-трудового спора, то есть этап, он опять разбит поэтапно, да, если трудовой кодекс посмотреть, там, значит, написано, что если вы в течение трех месяцев не договорились о каких-то вопросах, то есть подписали на тех условиях, о которых договорились, остальные вопросы идут уже разрешаться при помощи коллективно-трудового спора. Вот коллективно-трудовой спор, он тоже, значит, определенными границами, значит, времени обладает. На это время, как нам советуют старшие товарищи, можно менять, значит, людей в комиссии. То есть одни вели эту комиссию, значит, у кого-то чего-то не получается или люди там устают, можно менять людей в это время, да, потому что для чего это тоже еще полезно. То есть, к примеру, на кого-то оказывается там какое-то эмоциональное давление со стороны работодателя, да, вот человек может как бы сбиться, где-то в ступор впасть, вот чтобы таких вот вопросов не было. Можно, то есть представительство работников имеет право этого человека заменить. Но заменить не на абы кого, да, а надо понимать, что тот человек, который будет представлять интерес работников, железно отстаивал их интерес, и чтобы коллектив в нем был уверен, что этот человек не подпишет того, не пойдет на убеждение, значит, работодателя, а поведет себя именно защищая интерес того коллектива, который он представляет. Ну, такая работа на сегодняшний момент у нас была проведена, следующая, значит, надеюсь, что уже к марту что-то прояснится, какие-то шаги будут у нас дальше проделаны, я тогда о них уже буду дополнительно вам рассказывать, может быть, в средствах нашей, в средствах информации, значит, пройдут какие-то вопросы по той работе, которую мы проделаем. Ну, в общем, вот такая работа у нас по ведению и уже, то есть, по продвижению нашего проекта коллективного договора ведется на нашем предприятии. Готов отвечать на вопросы, если к докладу есть какие-то вопросы. У меня четыре вопроса возникли по походу доклада. Как угодно. Давайте по порядку возникновения. У меня первый вопрос возник. Уточняю, как долго у вас вообще проходили переговоры? Какие-то три заседания было? То есть, вы не все три месяца разговаривали? Здесь надо понимать вообще и выстраивать структуру переговоров. Работодатель ее выстраивает как ему выгодно, вы выстраиваете ее как вам выгодно. В общем, получается, какая ситуация. Тут надо понимать и четко проговаривать те вещи, для чего вы собрались. То есть, мы пришли, инициатива, повторюсь, была от работы дателя. То есть, они сыграли маленечко в этот раз на опережение. То есть, мы хотели первыми выйти, у нас не удалось это сделать. Ну, потому что, еще раз повторю, организация не имеет большинства. Как бы приходилось другие процедуры, чтобы для того, чтобы вступить в переговоры, проделывать. Значит, они пришли с целью продлить действующий. Мы пришли со своим проектом, чтобы внедрить свой проект в жизнь. Вот, здесь, конечно, те-то понимают, их все устраивает, им не надо никаких изменений. По сути, им и наш проект, в принципе, не интересен. Они начинают говорить, вот, для чего вам новый проект. Вот, буквально три года назад вы же подписали этот проект, что вас в нем не устраивает, дескать, такая ситуация. Мы делаем упор на основные, опять же, позиции, да, как я уже говорил. Это первое. Что в интересах работников? Чтобы заработная плата росла не теми темпами, которыми она растет, благодаря тому принятому коллективному договору, или тем положением, которое работает, а чуть интенсивнее, по крайней мере, да. То есть, этот вопрос, который он касается, может быть, всех. Если сегодня нет понимания о сокращении рабочего дня у 100% коллектива, да, то заработная плата, за заработную плату, на наш взгляд, то есть, должны бы готовы все бы побороться, правильно? Вот, значит, основные моменты мы выделили и сделали упор, в общем, на них. Ну, соответственно, здесь разного рода отказы пошли. Значит, прошло само заседание, переговорили, запротоколировали. Обязательно пошли на следующий день в коллектив, то есть, если вас освободили, в неделю... Я не знаю, как у нас было построено, к примеру, раз в две недели мы собирались, все остальное время мы занимались, значит, подготовкой запросов. Если у себя какие-то листовки выпускали и обращались именно в коллектив, хотели по коллективу. Значит, это прошло два раза. На все запросы, что касается какой-то там экономической части по зарплате, нам было отказано. Значит, мы... Интересная штука такая произошла. Мы сделали запрос, отправили его через секретаря, все как положено. А на следующий день они нам ответные письмо. Типа, давайте уже за стол садиться, опять разговаривать. Ну, понимая того, что, как бы, на ответы на эти запросы никто не даст. То есть, так это запрос и остался без ответа, но это уже другая история, во что, как бы, может это вылиться, да. В принципе, если этот запрос был оформлен профсоюзом во время ведения коллективных переговоров, и работодатель его не... на него не ответил, это, в принципе, тоже уже идет нарушение, да, которое можно, как бы, скомпоновать и компетентные органы об этом извести. То есть, при ведении данных переговоров мы, по крайней мере, зафиксировали, ну, порядка пяти нарушений трудового кодекса. То есть, вот так с нами, вроде бы, как бы, и хорошо все, но, несмотря на это, работодатель, вольно или невольно, вынужден был нарушить статьи трудового законодательства. Вот, ну, а дальше смотрите сами. То есть, в принципе, можно прервать. Видите, что разговор не идет, к примеру, конфронтация начинается сразу с первого уже, как бы, с первого дня, да, прекращаете переговоры, говорите, мы пошли совещаться с товарищами, ушли в коллектив, собрали большинство коллектива или провели там, ну, как по возможности, не знаю, как это у вас будет обстоять, да, собрали коллектив, значит, поговорили, вынесли решение, и это решение донесли до работодателя. То есть, самое главное здесь не неживаться, понимать интерес и четко ту позицию, которую занимает коллектив, объявлять перед работодателем. Прошло еще там какое-то время, в это время надо все-таки готовить уже к каким-то коллективным действиям работников. То есть, получается еще какая ситуация? Вы не смогли договориться, работодатель, извиняюсь, понимает, что чего толку мы будем сидеть три месяца, все равно не договоримся, да, то есть, из пустого в порожнее будет это дело лица, и ни к какому консенсусу в итоге не придет. Тут надо готовить уже, соответственно, коллектив для выдвижения требований. То есть, следующий этап, да, это выдвижение требований. Выдвинули требования, и так вот постепенно, потихонечку, не торопясь, пошли дальше. Я прослушал в вашем докладе такой пункт, что в двери не заметил его пункта, как процедура примирения. То есть, вы вот этот фунт, вы так вообще не оформляли никак, то есть, это арбитраж, посредний. В этом нет, да, вы поймите, до него еще дойти надо. То есть, еще... Почему? Это же как раз сейчас, вот именно после того, как вы не договорились, начинается процесс примирения, а потом уже... Сначала начинается коллективно-трудовой спор, а разрешение коллективно-трудового спора, Согласно, вот если открыть Трудовой кодекс, там поэтапно все это написано. Сначала объявляется коллективно-трудовой спор. Когда завелся коллективно-трудовой спор, начинаются примирительные процедуры. Примирительные процедуры проходят тоже в три этапа. Сначала опять объявляется заседание, ну, видит тех же переговоров. Когда эти переговоры ничем не заканчиваются, значит, приглашение третьих лиц. У нас эта ситуация не в этот раз была, а у нас эта ситуация была как-то прежде, да, Когда мы тоже вели работу по заключению, значит, мы поправки вносили в действующий коллективный договор. И дошли до этой процедуры и столкнулись с тем, что на фоне города ни администрация, значит, Ни представители других структур, ни представители трудовой инспекции, Никто не захотел участвовать, вот, значит, в этой ситуации, да. Но мы на тот момент были еще менее опытные, чем сейчас, то есть, И вообще как-то эту процедуру съели, но сегодня мы уже, к примеру, знаем, как действовать, да. То есть, эту процедуру надо просто пройти. То есть, не нарушая никаких законодательных требований, Эту процедуру пройти, независимо от того, кто на кого там может быть по какой-то ситуации, Мы-то ее вот уже, как будем проходить? Бить на то, что, ребята, вот, когда шли коллективные переговоры, Считаем, что работодатель нарушал такие-то, такие-то пункты, Вот вы к этому вниманию как-то тоже примите. Вот, то есть, а там может быть разный выход ситуации. Кто-то, кому-то достаточно обращений, ну, навряд ли, я в это не верю, в инспекцию, да. Кто-то обратится в суд. Опять же, как Михаил Васильевич в своих лекциях по конфликтологии объясняет такую позицию, Значит, вы обращаетесь в арбитраж. А чтобы начаться арбитражу, арбитраж вам предлагает, Уже еще ничего не происходило, никаких не переговоров он, значит, еще не выслушивал интересы сторон, А уже арбитраж предлагает согласиться с его решением. И это говорит о чем? Что процентов на 99,9 решение будет в сторону работодателей. Зачем он тогда такой арбитраж? То есть, получается, эти позиции надо просто будет пробегать формально, Для того, чтобы приблизить, как бы, действия к подготовке, забастовке, Или какие-то коллективные забастовочные действия начать уже предпринимать. Но пока об этом, вот, как это все будет дальше настраиваться, Рассказать не могу, еще мы этого не проделали. Я вам скажу так, когда работодатель видит, что настрой серьезный у работников, Он какие-то, может быть это совпадение, может быть это не совпадение, Но когда он видит, что у представителей работников реальная есть какая-то поддержка, Если, к примеру, там не трое-двое пришли, и там какие-то требования, А когда требования сформулированы от коллектива, И когда он понимает, что коллектив за эти требования ставит, Наверняка он начнет какие-то, значит, вопросы уже разрешать. Но вопросы, как бы, скажем, таких, как вот на некоторых предприятиях бытовые, Там, что касается выдачи CIS, там, да, таких вот, у нас вроде пока нет. Потому что у нас, как бы, охрана труда, целый отдел, В случае того, что если где-то чего-то какое-то попирание на этих вопросах уйдет, Просто обращаешься, достаточно обращать. Но вот конкретно в этом случае, не успев начаться, значит, переговоры, Была у нас стимулирующая надбавка рабочая. Причем именно только рабочая. То есть мастера, все остальные, значит, они остались без повышения стимулирующей надбавки. И что, значит, получается, здесь интересный тоже момент. То есть они-то считают себя тоже обиженными. Мы говорим, что, а мы что, не работали? Я говорю, ребят, так давайте с нами тогда, впрягайтесь в нашу борьбу. Мы-то боремся не то, чтобы зарплата только у рабочих росла. Мы-то боремся за общее. А ваши руководители и наши руководители говорят, зарплата будет расти у того, у кого будут хорошие показатели в труде. Ну, как бы, это говорит о чем? Что у них есть какой-то фонд, которые могут там премии поиграть, к примеру, да? А то, чтобы взять там и в несколько раз всей станции поднять оклады, они на это не идут. И надо понимать, что любые вот эти вот, значит, вопросы, что касается заработной платы, они же формируются из фонда оплаты труда. Чем работодатель больше сэкономит, грубо говоря, на меньшем сословии работников, да, тем он премию больше себе в карманы положит. Вот, мы так рассуждаем. И последний тогда вопрос. Насчет доверенности, вы говорите, собирать доверенности. Вы как-то обновились вчера, что доверенность действует год. То есть, вы не рассматривали вариант, чтобы эти доверенности собирать с открытой датой? То есть, что дату вписывать уже непосредственно перед началом переговоров, чтобы потом повторно не бегать этот круг и не... А это так или иначе, я объясню. Так или иначе, это придется делать, потому что каждая процедура, она подразумевает с собой, значит... Это говорит о том, что на сегодняшний день слабое, как бы, не слабое духом, но слабое по содержанию сама организация. То есть, введение всех вот этих, как бы, действий надо понимать, что надо набирать в эти моменты, надо набирать силу. Если сил не хватит, то пока вы не будете представлять официально, я имею в виду большинство, без этих подпись, то есть, надо укреплять как-то организацию. Постепенно, ну, на это тоже, как бы, все зависит от активистов, какое творчество они к этому приложат. Но надо понимать, что результат будет, хороший результат будет тогда, когда организация будет сильной. Пока она не наберет хорошего и предполагающего для нормальных действий численность, она так вот и придется ей каждый раз собирать. Потому что, выдвинуть, вот смотрите, чтобы заявиться, к примеру, да, вот мы создали объединенный комитет профсоюзов, то есть, объединили две организации. И даже двумя организациями мы не представляем большинство коллективов. И даже двумя организациями нам приходится собирать, согласно 30-й статье, на представление этих подписей. Это раз. Заявились. Потом, значит, нас слушать не стали. Нам нужно переходить к коллективному трудовому спору. Чтобы перейти к коллективному трудовому спору, надо еще и требования выдвинуть. Соответственно, за требования, опять, то есть, вы, если обратите внимание, опять же, на трудовой кодекс, там все эти моменты прописаны. И каждая эта процедура, она идет. Или открытое собрание, либо конференция, либо сбор подписей. То есть, без этого не обойтись. И получается, что вот и рекомендации-то наши такие звучат в основном и в целом. То, что, уважаемые товарищи, пока не наберете там определенную силу, да, если не хватит духа, лучше этими не заниматься. Потому что совсем маленькую организацию разобьют. Или нужна такая мощная поддержка в тылах. Вот, ну, просто здесь надо понять. То есть, не успели вы выйти с какими-то требованиями, посыпется разного рода давление. Ну, самое первое, это что? Это все прекрасно понимают. Это должное исполнение правил внутреннего трудового распорядка. Ну, дисциплина. Это самое первое, на что будет давить работу датель. Как это все исполняется, кто там, насколько. Если, допустим, нет никаких действий, ну, ходишь ты через проходу и ходишь спокойно. Начались какие-то действия, уже начальство собирает распечатки, смотрит, ага, где ты в это время был, куда, там, чего. Потом за тобой начинает приглядывать не только в твоем цеху. Ты, к примеру, ходишь в станцию, обслуживаешь. Уже руководство того цеха за тобой приглядывает, смотрит, чего ты делаешь, в какое время ты там находишься, а почему ты в это время там находишься, а не на своем рабочем месте. Тут надо еще понимать, что, ведя эту работу, подставляться не надо. Потому что некоторые считают, а вот, что там, у нас, кстати, вроде была такая ситуация, на момент они тоже хитро так поступили. Согласно Трудового кодекса, значит, профсоюзная организация имеет право на помещение, вы знаете, да, там, на... У нас это было до определенного момента, значит. Потом, ну, когда это все устарело, соответственно, невозможно там работать на этом компьютере было. Помещение, думаем, зачем нам это к литушкам, и так вроде в цехах соберемся. Но на момент, значит, переговоров нам помещение представили, представили компьютер, даже выход в интернет нам, значит, сделали кабель, да, провели. Мы сидим, занимаемся, а, значит, специалист отдела кадров звонит по телефону, и мы не берем трубку. Он, значит, звонит, потом говорит, а, ребята, а что-то у вас в кабинете не было. А где написано, что мы должны, если мы освобожденные, значит, мы должны тупо сидеть в кабинете и строчить какие-то бумаги. Я говорю, а мы с коллективом общались. То есть, надо понимать, для чего вообще это освобождение, и как это освобождение использовать именно в своем интересе. То есть, если они вам, к примеру, предоставили какое-то место, это не значит, что ты в этом месте будешь там сидеть с 8 до 5, и как ты будешь вести работу с коллективом тогда, да. То есть, все надо, как бы, проделывать аккуратно, и самое главное, не подставляться. Не подставляться вот такими, значит, там, если ты получил чуть-чуть больше свободы, чем другие, значит, ну, ты обязан соблюдать все равно правила внутреннего трудового распорядка. У некоторых, допустим, этого понимания может не быть, люди этим могут пренебречь, тем самым попасть под какое-нибудь дисциплинарное взыскание или под выговор, там, и тому подобное. Ну, у нас так, не знаю, как будет, везде ведь по-разному, вот, люди, которые проходили этот этап, везде по-разному, но надо понимать одно, что любые вот эти действия надо готовить коллектив к коллективным действиям. То, что просто так ходить уговаривать одними разговорами, это дело, в общем, ну, никуда не сдвинется. Надо требовать и выступать за эти требования, поддерживать эти требования коллективными действиями. Какие они будут, я не знаю. Кто-то работает по правилам, кто-то парализует в одном месте работу, кто-то в нескольких местах, кто-то просто, я вот вам говорю, это простейший пример, ну, сомневаешься ты, что тебя, значит, направляют на какую-то работу, а ты, к примеру, неявно замечаешь там какие-то нарушения, ну, сомневаешься. Ну, обратись ты в охрану труда, тем самым ты уже отсрочишь какой-то, ну, то есть, голь на выдумке хитра, как придумаете, так и будет. Но самое главное, соблюсти вот те, значит, законодательные моменты, которые хронологически прописаны в трудовом законодательстве. То есть, не пройдя этих этапов, наверняка суд объявит, что ваши действия незаконны. Если в случае, там, допустим, правовой какой-то оценки работодатель обратится на вашу организацию, напишет иск там или еще как. У нас было, что пытались прокуратурой, значит, не мы подавали в прокуратуру на работу дателя, а представители департамента управления персоналом в каких-то наших действиях увидела, значит, нарушение законодательства и обратилась в прокуратуру для того, чтобы прокуратура разъяснила нам. А прокурор сказал, ну, ребята действуют в законных рамках, вы чего так не пристали. И все, извините, говорят, что мы вас вызвали, идите дальше работать. Так что, нечего бояться. Все, самое главное, понимать, уважаемые товарищи, это законные требования. Мы же ничего не придумываем, не высасываем, как говорится, из пальца. Вот есть трудовой кодекс, согласно этим нормам мы будем работать. Пока еще. Причем, вот, люди говорят, да, ничего не получится, это все бесполезно, вы же понимаете, у них там юристы-экономисты, целые департаменты. Думаю, если ничего делать, конечно, вообще ничего не получится. Ну, по крайней мере, попробовать, я считаю, обязан каждый. Просто обязан, потому что, ну, если ты хочешь улучшать, ты должен этим заниматься. Если ты не хочешь улучшать, тогда вот закройся, спрячься, куда-нибудь и выполняй все то, что тебе говорят. Вот так. Спасибо. Можно еще вопрос? Да. Завышали ли вы какие-либо требования, чтобы потом их подвинуться и создать у работодателя некую иллюзию, что они где-то вас поджали, победили, то есть вы искусственно некоторые пункты излишне завышали требования? Ну, например, по увеличению зарплаты, там, процентов. Я понял. Значит, вопрос о том, сколько требует, да? Во-первых, надо понимать, что требования должны быть объективны не в том плане, что вот мы хотим там в 10 раз зарплату выше, чем сейчас, да? Все прекрасно понимают, что это скажет. Вот, например, в нашем случае, да, мы запросили по реальному содержанию заработной платы инфляции плюс 20, как вот профессор Мазур рекомендовал, да, а почему 20? Ну, а потому что если ты запросишь 4, в лучшем случае тебе дадут 2, ты запросишь 10, в лучшем случае тебе дадут 5. Вот так. Но ставится вопрос. И поэтому здесь не то, что какое это выражение будет в сумме. Здесь даже, вы понимаете, если тенденция роста, она как-то пойдет, мы вот просто стали считать. Нам директор говорит, ну что, вот есть же у нас реальный рост. Я говорю, я согласен, он есть, но нам хотелось бы его видеть зафиксированный. То есть сегодня у вас финансовые возможности, из ваших слов такие, у нас где-то он составил реальный рост примерно, ну, процентов 5. То есть индексация и 5 процентов роста. Но у нас, как они делают, очень хитро. У нас еще есть переменная такая часть в виде бонуса, которая выплачивается в конце года. То есть мы предлагали ее поквартально разбить, да, но сегодня, значит, нам выплачиваются квартальные премии. Между квартальными премиями может быть премия за ОВЗ, но все прекрасно понимают, что премия это премия, а как бы фиксированная зарплата это фиксированный зарплата. И то есть ты целый год работаешь, но потом тебе упадет, грубо говоря, этот бонус. Если ты еще не лишишься, да, его, или тебе, к примеру, коэффициент там низкий поставить, ты получишь вместо, к примеру, там, 30 тысяч 10. Ну, так, утрированно, если, да. Вот, так что здесь надо понимать, что когда выступает профсоюз или инициативная группа, то есть представители, точнее, коллектива, да, то здесь нет вот таких вот вещей, давайте рабочим там, к примеру, столько, этим столько. Это же вы сами понимаете, будет расслаивать коллектив еще больше. А вы выдвигаете единые требования. Вот, чтобы не было таких вот, как у нас стимулирующие надбавки, к примеру, рабочим только прибавили, а остальные. А они смотрят, а-а, то есть выиграет себе, говорит, это. То есть, а даже мы и в принципе-то и не боролись за это. Может быть, и работодатель сам это все придумал, да, для того, чтобы... Ну, так вы давайте в ряды борющихся, подключайтесь, и будем бороться за общее. То есть, мы же нигде это, ни лозунги такие не выставляли, вот только за рабочих. Конечно, в первую очередь интерес такой и этот. Есть. Можно, к примеру, если вот в плане зарплаты, там, разграничить вот эту процентную ставку, да, пусть у рабочих там реальный рост зарплаты будет выше, чем у ИТР. У них и так зарплата растет, то есть у них оклады выше, соответственно, вот эти пропорции тоже можно регулировать. Создать какие-нибудь соглашения, в этих соглашениях всю эту таблицу прописать. Ну, я говорю, все зависит от творчества. На что вы способны, то и представляете. Можно еще вопрос? Можете поподробнее раскрыть чисто техническую сторону того, как вы собираетесь эти подписи, как это оформляется, и сделать акцент на том, как это сделать незаметно? Ну, то есть, чтобы сразу не выпячиваться перед директором. Ну, то есть, я, наоборот, на все примере, когда я ходил за белоподписи, там, под одно предложение, ну, не особо серьезное. Меня уже после обеда вызывали директор, что-то он бумажки двигаешь по заводу, по камерам моет и двигаешь. Ну, вот, может быть, такое. То есть, у вас как это вы сделаете? Мы, в принципе, значит, я вот еще раз скажу, если места разные, да, вот просто были когда-то представители с Горьковского завода, там, значит, работодатель выпустил приказ, что во время рабочего времени, вот у тебя есть свой цех, этот цех, значит, ты обслуживай и не расширяй, значит, зону действий своих, да, как бы ты в чужой цех уже пройти не можешь. Но для этого, в принципе, тоже есть лазейки, мы вот с товарищами уже не раз обсуждали. Значит, если вы будете, к примеру, представителем по охране труда в комиссии, там, или либо еще в какой-то комиссии работать, у вас, соответственно, доступ в те цеха будет. То есть, вы будете нести какую-то дополнительную общественную нагрузку, плюс при этом пришел с газеткой, газетку развернул, подпись собрал, ушел. А кому какая разница, к вам же не полезут за пазуху, там, ну, спрячьте за пазуху, у вас внутренний карман. Мы как делали? У нас вот эта доверенность, она формата, половинка вот листа А4. Написано, доверенность, и слова вообще не замысловаты. В соответствии со статьей 30 Трудового кодекса Российской Федерации, доверяю право предоставлять свои интересы на переговорах с работодателем, про союзу такому-то, такому-то, все, вся доверенность. Ну, конечно, не надо приходить, к примеру, в коллектив и разбрасывать, вот там кинул их 10 штук, ребят, вы подпишите, соберите, потом не отдать, не надо этого делать. Потихонечку, как-то, да, ну... Хорошо. Ну, лично. Да, лучше лично с каждым, и, по крайней мере, когда ты беседу с ним заведешь. Ну, у нас предприятие, как бы, не сильно большое, но, скажу, вот, когда ты собрал первый раз, на тебя еще так, как бы, да, но у нас предприятие небольшое, но все равно, то есть, знает народ, кто чем занимается. Когда предприятие большое, ну, здесь тоже не надо, как бы, ставить, что вот я сейчас побегу, все соберу. Ну, лучше, наверное, как-то разделиться, чтобы не одному мелькать там, а, к примеру, в четвером, в пятером дом. Чтобы, надо добиваться вообще, вот, в решении этих вопросов, чтобы представительство было вот этих инициативных групп, там, или в правком, вот как вот, на мой взгляд, должен собираться. То есть, в правком профсоюза должны входить представители любого цеха. А хорошо, если будет, значит, их по несколько человек. У нас просто исторически так сложилось, ну, как бы, самый активный цех, он и включил в себя самых активных людей, да. Потом, значит, кого-то подкупили, кто-то уволился, кто-то еще чего, там, всякое бывает. Но, когда представители, много представителей от разных цехов, и работа легче будет, вы сами об этом поймете, как бы, ситуация такая. Разные, в общем, ситуации, здесь надо смотреть, у кого как. Так, поэтому и нет на сегодняшний день до сих пор, знаете, такой вот маршрутной карты, что вот, начиная действовать и у всех. У кого-то получится так, у кого-то получится совершенно иначе. У кого-то, кто-то здесь что-то просмотрит, кто-то будет более щепетелен, более требовательный. Все, опять же, зависит от дисциплины внутри той организации, которой это и занимается. То есть, вот, самоответственность, о которой мы тоже говорили. То есть, кого-то надо пинать, там, ты сходил, собрал, а кто-то пойдет и свободное время потратит на то, чтобы заниматься этим делом. То есть, ну, все у нас. То есть, как у нас, как говорили раньше, как потопаешь, так и полопаешь. Соответственно, все то, что ты приложишь, какие усилия, такие, такое, значит, и будет результат. Ну, все, на этом. Если, уважаемые товарищи, у кого-то, по крайней мере, опыт продвижения уже, как бы, кто в начале пути, я предлагаю тоже выступить по этому вопросу. Потому что, действительно, интересно, создалась у нас ситуация какая, что вот мы уже повторяемся, может быть, но в недавнем прошлом у нас даже проектов не было, коллективных договоров. А сейчас уже десятки проектов, но дело уже стоит за тем, чтобы эти коллективные договоры продвигать и заключать. Продвигать, это тоже, ведь, такой момент серьезный. Продвинуть коллективный договор, это значит, чтобы за него заручиться поддержкой коллектива, чтобы его понимали, чтобы его осознавали. А когда человек, грубо говоря, смотрит и каких-то вещей не понимает, вряд ли он за них будет бороться. Когда у него есть понимание, есть осознание того, за что он идет, тогда да, но когда нет. Особенно со временем, не понимая рабочих. Причем вот заработная плата, ну вот профессор Казенов подсказал, значит, такую деталь. Ну попробуйте, то есть это будет, как бы, смотр того, что, ну кого она не интересует на сегодняшний момент, заработная плата. Ну начните, по крайней мере, с нее, попробуйте добиться хоть какого-то увеличения реального содержания заработной платы. Вот эту вот формулировку, то есть она хоть и в трудовом кодексе есть, но сам механизм вот этот приведите себе или в положение там, или в коллективный договор. Вы посмотрите, по крайней мере, как мобилизуются люди по поводу зарплаты, а дальше уже остальные моменты можно к этому пристегнуть. Ну как-то так. Вы выступите, кстати? Нет, вопрос. Да, слушай. А, простите, пожалуйста, какие инструменты вы используете для информирования актива о вашем текущем здании, о ваших успехах, о переговорах? Ну и вообще, как координация, как координация происходит в союзе? Ну, можно прямо там, где используете ли вы облака для того, чтобы они общаетесь? Как мы коммуникацию ведем, в общем, да? Значит, вот у нас начались переговоры, да? Мы выпустили листовку, что у нас на предприятии начались переговоры. Знаете, сделали ее первый раз такую, надо было, может быть, привести, показать. Но я могу в электронном виде потом заинтересованным, значит, скинуть. Значит, на первой странице рабочая и колхозница, значит, надпись. Сейчас, знаете, такой современный принт такой. Разворачиваешь ее и информационное, значит, такое небольшое высказывание, что вот, уважаемые товарищи, с такого-то, с такого-то на нашем предприятии, значит, начались коллективные переговоры. Основными задачами в коллективных переговорах считаем и тезисно показали, значит, эти задачи на обратной стороне. Ждем ваших предложений, телефончики, почту, ну и список людей, да? Вот такие, значит, наделали мы порядка нескольких десятков штук разнесли в те места, в первую очередь, где сменный персонал, потому что те, ну, к примеру, кто работает каждый день с 8 до 5, с ними ты встречаешься практически чаще, да? А люди, которые работают в смене, ты их можешь, грубо говоря, по несколько месяцев даже и не увидеть, потому что кто-то меняет смену, вот, значит, кто-то использует, у нас этого нет, тоже вот мы вчера услышали от товарища, что можно использовать, конечно, интернет, можно группу какую-нибудь создать, не обязательно под это, а группу своей организации, там это можно отражать, но, как правило, показывают, вот, разносишь газету, да, у нас сейчас газета ежемесячная, разносишь газету и обязательно разговариваешь с человеком, на каком этапе действия ты сейчас находишься. Ну, хорошо, когда ты, к примеру, это подобрать под обеденный перерыв или сразу после обеденного перерыва, то есть ловишь моменты, когда люди еще по рабочим местам не разошлись. Ну, вот, пока еще на гамме, я думаю, это самое эффективное, и чем больше людей все-таки будет доходить, и будет, ну, как бы, живая речь вот эта, да, от непосредственно заинтересованных людей, это, мне кажется, будет гораздо лучше, чем, понятно, что проще, может быть, там, где-то через электронные средства, да, но мы пока к таким средствам не прибегали, может быть, и надо начинать действительно этим заниматься, это может быть с какой-то точки зрения и облегчит распространение информации, да, но пока вот действуем так, доходим ногами, разговариваем непосредственно, с глазу на глаз, ну, потому что живое общение, его все равно, на мой взгляд, ничем не заменить, и, к примеру, если будет возникать какой-то вопрос, там, если в соцсетях, ну, это превратится, в общем, в свалку такую, да, кто-то чего-то одного слова не допонял, и это растянется, этот чат, на долго и долго, и потом разбираться будет сложнее, а здесь конкретные люди, конкретные вопросы, конкретные задачи, вот, мне кажется, так. Пока мы действуем так, по крайней мере. Здравствуйте, я Боин Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий, член Совета профсоюза действий, хочу рассказать о успешном опыте заключения коллективного договора, который был написан, ну, в том числе и с помощью РКР, был написан с помощью Рабочей партии России, и вот как он заключился, не в моей организации, а в другой, где этот проект просто приняли за основу, и теперь это не только проект, но и действующий коллективный договор. Расскажу, как было дело, причем это все было заключено в начале 20-го года, еще до пандемии, но все основные события разворачивались в 19-м. Ну, целый год пандемия, естественно, съела, потому что мы были загружены этой пандемией, медицинские работники были загружены какой-то борьбой именно с вирусом, и осознание того, что произошло тогда, в 19-м году, пришло, может быть, совсем недавно, именно когда уже стали включаться, ну, там, вирус с вирусом, но борьба должна продолжаться, за свои права надо бороться, и поэтому именно в профсоюзе действий идет широкая борьба, ячейки растут, ну, в том числе и видят все, что есть успешный опыт. И самая такая глобальная у нас ситуация была именно в Пензе, и я хочу рассказать, каким выводом мы пришли после вот этой всей работы, которая была проведена в Санкт-Петербурге совместно в Пензе, ну, подключалась, естественно, и Москва, и вот об этих выводах я хочу, как бы, к ним подвести этот рассказ. Итак, все началось просто с того, что некто, товарищ, назовем его МВ, постоянно меня пинал и спрашивал, Бовинов, ты прочитал Трудовой кодекс Российской Федерации? Я ему говорил, да, конечно, прочитал, но в один момент все-таки собрался и прочитал Трудовой кодекс Российской Федерации, оказалось это очень полезным мероприятием, в том смысле, что я ему просто прочитал, не знаю, зачем, но почитал и почитал какой-то очередной документ. Вот, затем началось с этим же МВ, такие вот пытки, ты составил прогрессивный коллективный договор? Я говорю, да что там составлять, я столько этих документов насоставлял, составлю как-нибудь этот коллективный прогрессивный договор, ну, наметил себе какой-то планец, планец был следующий, так как я вошел в Совет профсоюза, то у меня был момент достучаться до любого человека, более-менее активного в любой точке нашей Российской Федерации, именно медицинского работника и попросить у него коллективный договор. Выяснилось следующее, ну, то есть взять и скомпилировать это в один, взять самые лучшие из всех коллективных договоров, ну, вот такая вот интересная, идиотская, на данный момент я понимаю, затея. В итоге мне прислали много этих коллективных договоров, но я так скажу, что коллективный договор, может быть, знают об этом и знают, где ее взять в одной больнице из десяти. Ну, неважно, их прислали, я их посмотрел. Ну, так как у меня уже некто МВ уже заставил прочитать коллективный договор, то, ой, трудовой кодекс, то я стал читать эти все коллективные договоры и понял, просто это копия этого, ну, все эти коллективные договоры, это копия трудового кодекса, и там ничего вообще интересного нет. То есть я брал, читал и выкидывал, брал, читал и выкидывал. Ну, просто, ну, может быть, в каком-нибудь взял один-два пункта вообще таких. Ну, и как-то мне вот этот же МВ, условно, да, сказал, слушай, это коллективный договор докеров-то читал. Говорю, ну, что там эти докеры, докеры, ну, давай прочитаю, что там можно взять из этого коллективный договор докеров. Я все-таки медик, а там грузчики, ну, что может быть общего? Взял этот коллективный договор просто, просто, о, нифига себе, ну, извините, плохие слова. Вот это да, вот это коллективный договор. Все структурировано, все понятно. Меняешь, там буквально, что докер указано, ну, может быть, несколько раз, потому что все остальное, там трудящийся, трудящийся, но мы тоже трудящиеся, поэтому и получилось следующим образом. Вот она. То есть я потратил там несколько месяцев, просто читая вот эти бестолковые коллективные договора, которые копируют просто Трудовой кодекс Российской Федерации, и вот есть коллективный договор докеров, где все структурировано по сравнению с тем, что какую кашу я до этого читал, когда там, допустим, коллективный договор, общее положение, потом сразу оплаты труда. Почему оплата труда? С куда этого вносится? Непонятно. Короче, структурированный документ, все понятно, но все-таки надо, чтобы это был медицинский документ, но надо же еще что-то взять. Ну, и как бы есть такое понятие, как отраслевое соглашение. Я почитал отраслевое соглашение? Ба, вот это отраслевое соглашение, которое есть на нашу отрасль, то есть на медицину, оно вообще не выполняется практически нигде, потому что я эти коллективные договора-то читал все. Этого отраслевого соглашения, в котором уже прописаны более-менее какие-то хорошие нормы, они уже как бы это все, как его называется, они даже вот в этих коллективных договорах, больницах, которые уже есть, они там вообще никак не отражены. Но вы перенесите, у вас есть законное право перенести. Если вы обратитесь в суд, почему отраслевое не выполняется на нашем? Суд будет на вашей стороне, уже есть примеры, что отраслевое соглашение. Перенесите это все. Стал искать лучшее отраслевое соглашение в нашей России. Оказалось, что оно конкретно в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. То есть я почитал все остальные, ну бред. А это отраслевое соглашение конкретно, это просто вот такая вот классная вещь, соответственно, но я нахожусь в Санкт-Петербурге, и, соответственно, отраслевое соглашение просто вбухал туда, вот в этот коллективный договор. Тем более я его уже как бы прочитал, написал в проект. И как раз эти все, я знал, куда там вставлять. Это все делается очень быстро. То есть вот она основа, которую я ее искал. Попрошу обратить внимание, вот эта основа. И попрошу, я брал 2006 год, 2006, а дальше докеры продолжают борьбу. И вот этот коллективный договор первого контейнера терминала, он на 20-23 года. Жизнь у людей продолжается. Здесь столько всего вкусного, которые люди многого этого даже не знают, что это можно быть, что вот такое может быть. Почитайте. То есть чувствуете, да, вот этот вот момент, когда я брал, просто собрал все со стороны и понял, что это просто ничто. Вот здесь вот рядом в Санкт-Петербурге была вот такая вот штука, которую надо было сразу взять и просто туда ставить слово медик, взять отраслевое соглашение, чтобы это хоть как-то было похоже на медицинского. Потому что чего добиваться, если это уже все добито, добивается и все это есть. И осталось только взять то, что хочут сотрудники моего предприятия. Я запустил анкету, что хотят сотрудники нашего предприятия, и они даже не дотянули до тех требований, которые есть у докеров. То есть я понял, что как бы вот она вся эта основа, надо как-то агитировать. Естественно, есть предложение распечатать вот это вот все, весь этот момент и идти по предприятию, соответственно, по-своему, с выжимкой, рассказывать. Ну, тут вмешались некоторые факты, когда просто я эту работу начал за два месяца до подписания коллективного договора. И тут выясняется, что Желтый профсоюз уже вступил, то есть предложил вступить в переговоры именно начальству, уже подал свой проект коллективного договора, и у меня оставалось только одно – предложить свой коллективный договор, который они отвергли. Потом я взял, написал 219 предложений по изменению того коллективного договора, который предложил, соответственно, Желтый профсоюз. Его просто посмотрели, вот так вот выкинули, причем без нового участия, просто не оповестили даже меня. И основная проблема – то, что я совершенно не смог опереться на коллектив, потому что коллектив меня совершенно не понимал, что за коллективный договор, они об этом слышали первый раз. То есть у нас уже был коллективный договор, он нигде не был опубликован, ни на каком сайте ничего. То есть у меня была проблема, что за 2 месяца я просто… У нас коллективный договор… Что? Кто? Никто не знает, что такое коллективный договор, почему они должны за это бороться. Какой-то документ кто-то там подписывает, и вот этих 2 месяцев мне, естественно, и все это было слито в помойку, так я считал. Вот только произошли коллективные переговоры, коллективные переговоры проходили следующим образом, созвали людей от коллектива с какими-то подписями, ну то есть типа конференция, им стукнули на стол «отдавайте это все, подпишем», они сразу это все подписали, и на этом коллективный договор был подписан. То есть были нарушены все процедуры, но разговор не об этом. То есть я сразу же на следующий день подал предложение по изменению этого коллективного договора, потому что это все можно подавать от своего профсоюза в любой момент, то есть изменять. Ну понимаете, опять же, поддержки от коллектива нет, ничего нет, есть классный документ, который так и остался проектом. Параллельно в этот же момент происходят следующие события. В этом же году, пока я там писал коллективный договор, и пока мне МВ говорил и прожужжал, что прочитай это, 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 то есть это все вот, это происходит в одно и то же время, в Пензе ухудшились именно положения об оплате труда, то есть там они провернули в чемпионат мира, может быть помните, в 2018 году был чемпионат мира, они тогда, это администрации и всякие чиновники под этот чемпионат мира пропихнули всякие, ну, ухудшающие положение работников документы, в том числе именно пенсионную реформу тогда они пропихнули, и вот они с 1 числа будет какое-то положение оплаты труда именно в Пензе для медицинских работников, которые существенно ухудшают положение работников именно по оплате труда, и вот как бы образовалась инициативная группа на Пензенской скорой помощи возглавил ее Кузнецов и Бородин, Паша Кузнецов и Андрей Бородин, они ее возглавили, эту группу, и они начали вот этот подход, который прошли все, которые ни к чему не приводят, то есть написание писем различной инстанции, гид там, прокуратура, еще что-то, а проверьте обоснованность, и вот этот месяц идет второй, третий, четвертый, ничего не происходит, и они понимают, что вот эти все отписки уже надоело, надо что-то делать, кто-то вдруг находит такой момент, а давайте попробуем организовать профсоюз. Они лазят по интернету, находят случайно некто Коновал, это лидер нашего профсоюза действия, обращаются туда, Коновал к ним приезжает, они образуют ячейку, в ячейке всего лишь 18 человек, ну 18 человек анестезиологов, и здесь работает как раз Кармаш, Фридрикс, Энгельс, Ленин и все остальные, которые говорят, что легче всего среди бригад уже объединенных, соответственно, большинство профсоюза действия это бригады, это скорая помощь, то есть у нас 95% профсоюза, это скорая помощь, дальше идут психоневрологические интернаты, диспансеры и тому подобное, потому что там тоже работают по бригадам, там нужно плечо товарища, потому что, ну как бы, психиатрическая служба обязывает быть, чтобы все были, работали как единый кулак. И тут же сработала та же система, вот мы организованы по бригадам, по сменам, все понятно. И вот конкретно анестезиологи организовали профсоюз, в профсоюзе на момент его создания 17 человек, 17 человек это апрель месяц, они подают уведомление, что вот он этот профсоюз, я в это время хожу со своим кулак договором и всем показываю, все спрашивают, что это. Вот, ну как бы, и в это время меня, ну как бы, нас вообще, в принципе, не только меня, вообще весь коллектив объегорили уже, да, ну или в процессе вот этого объегоривания, то есть ты бежишь за ними, понимаете, то есть один или там у нас, один я как бы выставлен, а там еще за мной несколько человек, до 15, как бы, профсоюз действий, но мы не представляем большинство, зачем открываться, потому что нас же всех похерят сразу. Поэтому, вот они создали профсоюз, вот этот вот, и подали уведомление, что создан профсоюз. Это удаление никак вообще не проходит, то есть им не дают никакого, ну это обычная административная, да пошли вы нафиг, ничего, нету никаких ответных, что профсоюз действий, ну вернее, что администрация уведомлена, и они как бы объявляют об итальянской забастовке, то есть они в мае уже объявляют об итальянской забастовке, кто помогает, ну помогает профсоюз действий непосредственно, как бы вот мы конкретно помогали, то есть составлен план именно компании по продвижению своих, то есть есть уже требования, внимание, есть требования, уже конкретные, конкретные требования, по конкретному требованию заявлены, и объявлена итальянская забастовка. Уже в мае подписывается под итальянской забастовкой 135 человек. 135 человек поддерживает итальянскую забастовку, начальство к этому относится прохладно, и итальянская забастовка начинается. Она длится 56 часов, через 56 часов при участии тогда в итальянской забастовке, поддерживающей 135 участвует меньше, администрация идет на уступки. Они уже выходят, соответственно, на уровень работы с правительством этой Пензенской области, непосредственно с министром здравоохранения. Эта инициативная группа разрабатывает, внимание, дорожную карту, дорожную карту по начислению в три этапа, улучшению, тра-та-та-та-та-та, что они по этих требованиям. Но их требования удовлетворяют. И вот они разрабатывают дорожную карту. Когда начинается снова, ну и сразу же там идет первое же увеличение, прям сразу же. Весь этот народ видит. В общем, в итоге в течение трех месяцев профсоюз к августу месяцу представлял уже 900 человек. 900. Они шли по этой разработанной дорожной карте, как только была заминка по реализации дорожной карты, сразу угроза, либо начало итальянской забастовки. Они понимали, как только мы отклонимся, сразу же коллектив, они уже прошли, они знают, как это делать, все это. Соответственно, требования были простые. Увеличить заработную плату до среднего региону, как говорил президент, в 2012 году. То есть было понятно, от каких документов. Работа на нормальных машинах, тогда был вообще полностью разбитый парк, при этом администрация говорила, денег нет, вы держитесь, вообще никак-никак. Вот никак, вот нет вообще, и машину, ну вот давайте в плане, там за 5 лет поменяем. В итоге, после итальянской забастовки, после летних, вот этих итальянских, ну коллективных действий, подчеркиваю, это не забастовка, которая вот регламентируется, о чем рассказывает Кальвит Валя. Нет, это совсем другое, это просто коллективные действия, ну в чем они заключаются? Например, Пенза, не хватает медицинских работников, соответственно, у нас норма работать по двое. Они садятся по двое, машин в 2 раза меньше. Второй момент, машин убитый этот парк, то есть, каждый водитель может отказаться ехать просто в неисправном транспорте, все, то есть, там поддерживают забастовку, медицинский персонал водителя, идут плотный, потому что у всех плохо, зарплата у водителя, и 12 тысяч оклад, плюс 3 тысячи там, на какие-то премиальные, ну, чтобы понимать, именно, что было 2 года назад. Соответственно, как они информируют, вот вопрос, опять же, возник, как они информируют, именно, как это все было. Основная идея была, ну, не основная, одна из идей, это нельзя, чтобы именно забастовка была, именно медицинских работников, чтобы она была внутри, потому что медицина, это не медицинских работников. Я еще раз обращаюсь к рабочим, я нахожусь сейчас на российском комитете рабочих, вы должны понимать, что медицина, она для вас, понимаете? Мы не для себя там существуем и воюем, это для вас медицина. То есть, если вы зашли в поликлинику, а там все плохо, это потому, что у вас, в ваших коллективных договорах, у вас даже в голове нету требовать доступной и качественной медицинской помощи, понимаете? Я как врач себе окажу доступную, быструю, качественную медицинскую помощь, потому что я есть врач, я, например, состою в чате, в котором 147 моих выпускников, с которыми я там тянул ляпку 7 лет. Вы же будьте уверены, я себе найду любую медицинскую помощь, в любой клинике мне окажут. А вот у вас конкретно доступной и качественной уже давно медицинской помощи нет. Поэтому я призываю в своих коллективных договорах, когда вы решаете вопросы на уровне создания этих рабочих комитетов в городах, прошу выдвигать требования доступной медицинской помощи. Это тоже самое касается и образования. Понимаете? Учителя сами себя научат и детей своих научат. А с вашими детями вопрос. Понимаете? И в дальнейшем. Ну так вот. Вот у нас есть вот этот вот. Они применили такую вещь, это вот донести информацию, что медицинская помощь, она плоха для вас, для всех. Понимаете? Для всего города Пензы. Поэтому это должно было быть освещение, чтобы все сразу знали, весь город Пензы, что начинается. И почему начинается, что идет конкретное ухудшение оказания медицинской помощи населения. То есть вот именно информационная компания была на это заточена. Что мы приезжаем к вам на плохих машинах без оборудования в одно лицо и вы ждете от нас качественные услуги. Мы уже априори. И это все зависит от конкретных людей, там буквально от 20 человек в правительстве, которые на эту проблему не обращают внимания. Кто это должен требовать? Ну вот потребовали медики за себя, не потребовали за вас. Но вы должны это ставить, еще раз говорю. Так вот, вернемся к этому инструменту. Они завели группу ВКонтакте, называется «Подслушанного медиков Пензы». И соответственно, каждый день был там, ну, они практически каждый день выходил какой-то материал. Материалы следующие. Что проходит сейчас? Почему борются за это? И тому подобное. Весь коллектив, то есть, понимаете, да, Пензенская скорая, это вот, допустим, город Пенза, и плюс еще районы вокруг города Пензы. То есть, объехать всех одномоментно не получится, но при этом есть консолидированное мнение, то есть, есть актив, который это все выдает, и это консолидированное мнение разносится мгновенно по всем. Все с утра уже знают, что происходит, что будет дальше. Даже когда, допустим, в какой-то этап вот этих коллективных действий два лидера одновременно решили съездить в отпуск, в этот момент администрация стала проводить по подразделениям, по районам антипропаганду профсоюзников, что они продались, они вас бросили, они тра-та-та, и они тут же, как бы, там, где они находились в Крыму, создали, короче, провели собрание внеочередное, и это все показали, как бы, ну, в виде статьи, там, фотографии, что проведено собрание, намечен план, мы с вами, и это все быстренько, то есть, только появился слух о том, что там, ну, вернее, не слух, а конкретное, что начались действия, сразу же в интернете, в группе, такую вещь. Так вот, СМИ сразу знали об этой проблеме, они понимали, что эта проблема касается не только медиков, но и вообще всех жителей, конкретно всех жителей области, поэтому, с помощью этого издания, ну, как бы, вся область была на их стороне, ну, понятно, да, это всех нас касается, как, а кого это еще касается? Соответственно, мы в дальнейшем, непосредственно, профсоюз действия, вот этот вот момент осознали только вот буквально в 21-м году, причем, осознали не только мы, еще осознали несколько профсоюзов, КТ, ну, которые входят в федерацию, не федерацию, а в конфедерацию труда России, вот этот инструмент, и он сейчас получает дальнейшее развитие, то есть, смотрите, у нас стоит основная задача, это прийти, ну, например, я, я медик, да, но у меня рядом завод, и у меня есть знакомые с этого завода, которые говорят, ну, Григорьевич, ну, надо что-то делать, мы отдыхаемся уже, но у меня конкретно есть группа активистов, которая в курсе всего положения, и я со своими знаниями. Создается группа ВКонтакте, подслушанная на этом заводе, соответственно, оттуда постоянно поступает информация о том, что происходит, ты понимаешь, что происходит все то, что происходит во всей стране, мы здесь на РКР об этом постоянно говорим, знаний вагон, хочется поделиться, одной встречей этим не поделиться, и вот для этого создается эта группа, то есть, люди дают эту информацию, это как слухи, обрабатываются как слухи, и каждая проблема, которая есть на предприятии, она обговаривается, и дается конкретный план решения проблемы, и постоянно указывается, что многие проблемы решаются только через заключение коллективного прогрессивного договора, и пишутся прогрессивные договоры, либо направляются в том числе и вот именно как написать коллективный договор, как быстро написать не коллективный, а проект коллективного договора, то есть, получается, что мы пробиваем вот эту стену, сколько надо вести с предприятием работу, то есть, тут еще возникает такой вопрос, вот есть коллектив, вот он весь большой, вон там где-то там за километр кто-то, и вот здесь вот рядом сидит, причем тот, который за три километра быстрее поймет, что ты хочешь, а вот этот рядом вообще не слушай, вот когда ты приведешь к единому знаменателю, хотя бы половина коллектива, сколько времени пройдет, ну непонятно, ну минимум три месяца, еще надо понимать, еще раз я подчеркну, вы должны понимать, что вы идете в коллектив с буржуазным сознанием, что у нас буржуазное общество, и будет буржуазное сознание, вы что хотите, экономическую борьбу на данный момент, которая в дальнейшем перейдет в политическую, но мы еще не решили проблему с экономической борьбой, поэтому входить туда с красным флагом и с фуражкой не надо, надо действовать как буржуазное сознание, то есть мы сейчас пришли к следующему, то есть идет статья, потом какой-то мем, понятно, да, для тебя, что это такое мем, потом идет какая-то сатирическая штучка, которая, естественно, ну всем интересно, какой-то свиншок завода, прикольный раз, знаешь, а потом идет, например, опрос, там вот, например, ВКонтакте есть такой опрос, опрос, опрос по той статье, которая уже была два дня назад, они ее за два дня прочитали, и теперь они через опрос снова возвращаются, к этой статье вникают, голосуют, и ты уже сам понимаешь, на каком этапе у тебя хотя бы что-то там, вот это по этой статье имеешь, хоть какая-то статистика, ну ты думаешь, ага, значит, вот проголосовало 100 человек, 100 человек в курсе, остальные просто не нажали, значит, больше половины там уже понимаешь, уже в этой теме, и таким образом ты подаешь, в том числе и выжимку коллективного договора, но она не выглядит как выжимка, а просто ты объясняешь через эти вот статьи, там через какие-то интервью, разные подачи, еще есть такой момент, мы в дальнейшем, я попытаюсь это сделать, например, мы поймем, какие проблемы, взять интервью какого-нибудь профессора, который во всем шарит, например, МВ, ну это в Санкт-Петербурге достаточно легко, ну и сейчас, в принципе, можно сделать это все по скайпу, чтобы какие-то люди, какие-то специалисты, ну в том числе и у меня, можно брать интервью, что я думаю по этому коллективному договору, а я буду вот так вот листать, вот коллективный договор, ну я его же и до этого, а как будто первый раз буду видеть, я буду говорить, какие хорошие пункты, ну ну да, ты посмотри, вот это все отражено, это, я рекомендую, понимаешь, ясно, что это будет вот такой посыл, это касается, что касается вот этих моментов, что касается интересных случаев, чтобы понимать, насколько там была вот эта, ну я как быстро рассказываю, ну там, понимаете, это все длилось, заключение коллективного договора от момента создания первички до заключения коллективного договора 10 месяцев, естественно, на них было давление, то есть их, например, собрали, хотели подкупить, то есть вызвали в правительство, говорят, кто у вас там инициатива, там 16 человек, или 17-18 анестезистов, давайте вот тут конкретно, вот есть отдельные анестезиологические бригады, давайте вот им зарплату сделаем, и все, а вы откажетесь уже, ну как бы там, а все остальное вы примете как есть, они сказали, нет, нифига, в общем, подкупа не состоялась, потом, каким образом администрация стала понятно, что они все понимают, вот, например, Валентин Калевит рассказывает, там, вот они дали запрос, и тому подобное, там было следующее дело, звонит мне в Санкт-Петербург летом, ну допустим, ну вот как раз тот момент, когда я сидел, у меня ничего не помутилось, но он мне звонит и говорит, Паша Кузнецов, Гриша, скажи, пожалуйста, у нас завышен, занижен, как вообще вот этот вот тариф на один вызов скорой помощи, как это, ну вот что это, почему это, я как бы, а, еще вы должны понимать, это медбратья, это не врачи, это вот конкретно вот, средний медицинский персонал, то есть это медбратья, которые берут и взвалили на себе, они еще не понимают, в законодательстве не читали трудовой кодекс, насколько я его читал, вот понимаете, просто они взялись и стали делать, и они говорят, Гриша, мы там вообще в какой-то экономике вообще не понимаем, скажи, вот как вот это просчитать, а то мне завтра надо идти на встречу с правительством, они мне там мозги запудрят, я еще не понимаю, что это, соответственно, я ему пишу, значит, такую бумагу, Паша, пусть эти козлы объяснят, как вот этот вот тариф, они рассчитывают, вот этот тариф скорой помощи, ну и как бы вот этот вот, ну и документ вордовский, ему кидаю в контакт, ну и там конкретно, почему это это, я говорю, у вас тариф должен быть не меньше, сейчас 4200, ну я не помню, какие конкретные цифры, а у них сейчас 2200, то есть в два раза меньше, ну и соответственно, пусть эти козлы объяснят, как это все, и он мне рассказывает потом, как была встреча в правительстве Пензенской области, приезжает в правительство Пензенской области, то есть я ему прислал документы, он это все ознакомился, он понял, как это считать, с утра встал, позвонил мне, мы еще раз это все проговорили, от чего, что толкается, на какие документы ссылаются, тому подобное, говорит, схожу в кабинет, они там все сидят, я все забыл, говорит, я стою с этой бумагой, говорю вот так вот, значит, вы знаете, как бы, вы не думаете, что мы как бы медбратья, что мы как бы одни, мы ничего не понимаем, за нами большой профсоюз, и как бы, у нас есть у кого проконсультироваться, или дает министру вот эту вот бумагу, министр читает, пусть это козлы объяснят, и сразу подняли тариф скорой помощи, ну потому что там правда были несуразные цифры, откуда они вообще это берут, непонятно, то есть, второй момент, у нас нет денег, ну нет у них денег, понимаете, вот и Кайлю-то и Валентину говорят, ну у нас нет денег, значит, внимание, сразу же нашлось, после коллективных действий, внимание, еще не за коллективный договор, просто какую-то мифическую дорожную карту, 680 миллионов, 680 миллионов, внимание, разговор о том, что нет денег, это не должно вас вообще касаться, вы понимаете, не должно касаться, вы можете как бы открыть интернет, посмотреть, какие яхты, дворцы, конечно же, у них нет денег, потому что, если я начальник, и купил себе дворец где-нибудь в Англии, то, конечно, на вас у меня денег нет, вы должны это запомнить, и вот у них денег нету, получилось, и были разбиты автопарки, сейчас этот автопарк весь обновлен, теперь внимание, что у них до этого не получалось, до итальянской забастовки, сейчас скажу, насколько обновлен, непосредственно для ароматологических бригад, стоит две машины, не дай бог, одна сломается, две новых укомплектованных машины, с медицинским оборудованием, понимаете, это касается вас, вы должны это все требовать, еще раз повторяюсь, рабочие требуете оказания, вернее, медицинской доступной помощи в своих требованиях, особенно, когда вы сейчас будете создавать комитеты, понимаете, вот, еще как бы, и вот идет, да, вот этот, выполняется дорожная карта, если что, встают в итальяночку, все, все понимают, коллектив настроен серьезно, в коллективе на август месяц, к сентябрю 900 человек, и тут происходит съезд, именно, про союзы действий, в сентябре месяце, и мы становимся не межрегиональной, а общероссийские, потом нам правительство это все загибает, и мы как бы общероссийскими, именно по документам стали только сейчас, представляете, то есть, мы даже вот, мы стали общероссийскими, и власть с нами не согласна, с нами власть боролась, получается, в течение года с лишним, чтобы нас все-таки документально признали общероссийским профсоюзом, и вот только что были еще межрегиональны по документации, то есть, нас не признавали, но не принципиально, И вот со мной встречается Павел Кузнецов. Мы уже какую-то итальянку, по-моему, в Орле-Тольятти что-то организовывали. И он мне встречается, рассказывает о своих этих. И рассказывает про эту дорожную карту. А я спрашиваю, а дорожная карта это что? Что это вообще за документ такой? Нету таких документов у нас непосредственно в трудовом законодательстве нигде. Что это такое дорожная карта? Говорит, ну вот дорожная карта, везде дорожная карта. Я говорю, слушай, у меня вот есть проект коллективного договора. Бери его и все. Какая-то дорожная карта. Вот к этому надо стремиться. Он берет проект коллективного договора. Ну и как бы мы собираемся с советом и рекомендуем непосредственно Пензе начать именно коллективные действия по заключению именно коллективного договора. То есть пройти вот эту всю процедуру. Смотрит мой коллективный договор непосредственно юристы КТР. И у нас есть такая хорошая юрист Манзя Анастасия. Она смотрит. Ну и где-то в каком-то паблике мелькнуло, что очень хорошо составленный документ. Взято лучше из трудового законодательства и тому подобное. То есть понимаете, да? Посмотрел отдельный юрист. Ну как бы понятно. Ну будем считать со стороны. И отметил, что конкретно проект коллективного договора вобрал себе все самое лучшее. И вот его можно. Еще раз повторяю. Вот. Вот. Скачиваете отраслевое соглашение туда. И еще спрашиваете. Товарищи, чего у нас? Чего еще вы можете придумать к этому? Выяснилось, что ничего. Либо что-то такое. Но здесь конкретно по Пензе было следующее. Сейчас у нас настолько раздроблено именно вот эти все моменты по оплате труда. Потому что Питер совершенно не понимает, как платят Пензи. Пензи не понимает, как платят в Орле. И они там свои нюансы, которые именно за что они боролись, за что вот у них там есть свои 12 пунктов, за которые они объявляли. Они вставили эти 12 пунктов конкретно. И разработали новую систему оплаты труда, которую они туда вставили с юристами нашего профсоюза. И все. И начались коллективные договоры. Сразу же мы допустили просчет. То есть мы как бы не дотянули вот эту функцию, о которой здесь уже говорил Кальвит Валя. Это то, что надо освободить сразу всех со средним заработком. Вот это сразу переговоры пойдут лучше, когда все освобождены. Каждый работодатель считает, сколько это потерь, незакрытые бригады и тому подобное. А здесь мы освободили одного лишь Павла Кузнецова на один какой-то день в пятницу. Он там что-то там подобное. То есть все продолжали работать и выматываться на вызовах. И еще как-то там заключать коллективный договор. Это не дело. Есть статья Трудового кодекса. Добивайтесь. Возможно из-за того, что будет 5 человек выбитые из какого-то там цикла на каком-то заводе. Возможно работодатель быстрее согласится на какие-то нюансы. Чем это будет длиться 3 месяца. И вот эта канитель длилась 3 месяца. Как вели переговоры непосредственно эти вот братья, медбратья. То есть представляете, медбратья, которые как бы, ну понятно, да, они в основном медбратья, они знают все свои профессии. Они все, вот проблемы одинаковые для всех. Ну не знают они досконально этого трудового, экономические какие-то дела. Непонятно. То есть они приходят на переговоры. Если что-то, во-первых, они готовы. Они договариваются. Мы обсуждаем на следующий. Вот несколько там, допустим, глав. Либо одну главу. Они готовятся и консультируются. Приходят, их начинают засыпать. Они говорят, стопе, мы идем, ну как бы, разговаривать с коллективом, консультироваться. Опять консультируются, приходят обратно. В какой-то момент мы понимаем, что начальство из них начинает там клоунов делать. Мы подключаем туда непосредственно Коновала. Коновал приезжает на какие, решать какие-то вопросы, участвовать в переговорной группе. Потом в какой-то момент, где совсем зашли в тупик, мы приглашаем конкретно Мальзи. То есть в переговорную группу приходит наш юрист от нашего профсоюза. Ну потому что профсоюз большой. Из профсоюза можно любого члена в эту переговорную группу засунуть. И Мальзи уже разруливает с ними все, все, все. Это уже январь месяц. Вот разрулили все вопросы, завтра подписывать. Ну и по поводу юриста. То есть если вы, например, непосредственно вы, коллектив, вы понимаете, что вы как бы не особо понимаете в каждом вопросе. На коллективное действие обязательно надо скидываться. То есть вы должны скинуться на свое дело. Это вообще без вариантов. Соответственно, из этих денег вы можете выделить на юриста. Вы можете как бы и должны, если вы там не понимаете что-то. Если над вами нет большого профсоюза, либо каких-то людей, которые в этом понимают и вас курируют. Соответственно, скиньтесь на хорошего юриста. Они есть. Но к этому тоже надо подготовиться. Найти так. За один день не найдешь. А вторых, хорошие, нехорошие показывают жизнь. Либо предыдущие какие-то. Ну то есть на это надо обратить внимание. И вот смотрите, по-моему там 28-го или 27-го января подпись этого коллективного договора, они пришли подписывать то ли в 8, то ли в 9 утра, пришли подписывать коллективный договор. Им дают, подсовывают подписать какую-то другую бумагу. Другой коллективный договор. Вот это разговоры. То есть это все на уровне министерства, сами понимаете. То есть люди, начав бороться на своем рабочем месте, уже борются с правительством за свои права, а противостоит вся верхушка Пензы. Ну понимаете, да? То есть начиная вы, вы тоже должны понимать, что как бы вот. Они там все тоже в каком-то таком единочке. Вам долго еще. Все, я закончу тогда сейчас. И вот, и короче, они... Ну неинтересно рассказывать, да я быстро сейчас закончу. Интересно, интересно. И они вот так вот дают подписать, они вот так вот открывают, вот так вот закрывают, говорят, мы сейчас начинаем забастовку. Ну, мы начинаем забастовку. Время не объявлено. Тянется вот так вот циферблат, тянется, 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 тянется. И в 10 часов вечера с 10 до 11 подписывается их коллективный договор и победа. Победа. Потому что до этого были коллективные действия. И вот эти все разговоры, ну что вы там выполнили, не выполнили. Когда там стоят люди, которые готовы начать коллективные действия, потому что у нас типа нельзя коллективные, ну именно забастовки проводить. Ну мы уже провели коллективные действия. То есть можно уже провести коллективные действия защиты каких-то конкретных дел. То есть, хорошо, мы вот это вот с вами еще будем говорить в рамках закона, а вот конкретно за это мы сейчас давайте решим, чтобы коллектив уже боролся, уже не растягивать это надолго и тому подобное. Какие-то вещи можно без вот этих вот выполнений всей этой процедуры, нудной 42 дня или 41. Чувствуете, да? Ну и, соответственно, выводы какие быстро напрашиваются. То есть, первое, коллективное действие это можно вести быстро, не прибегая к выполнению всего закона, потому что сейчас техника безопасности не выполняется практически ни на одном предприятии, можно к чему-то придраться. Второе, нужно ядро, это не один человек должен быть ходить по всему предприятию, а это должно быть ядро хотя бы 7 человек. Третье, должен быть информационный ресурс, а также личное общение с коллективом. Это нельзя ни одно, ни второе оставить в стороне, это должно быть в комплексе. Четвертый, должен разработаться план мероприятий поведения компании, то есть, это должно быть не одно действие, в одно действие, вот мы сделали, не получилось и все. Все должны знать, что мы проводим это, может быть двойной результат, вот это двойной результат, а третий. Еще раз повторяю, еще раз расскажу, был митинг у них в июле месяце, в скорой помощи, встань с колен. Разрешили на 100 человек, приехало 250 человек. Кричали, скодировали, но они именно, митинг был для того, чтобы подбодрить, обозначить и все остальное, понимаете, а не для того, чтобы добиться. Просто для сплочения коллектива это должен был митинг. То есть, нужны ли митинги? Нужны, но для сплочения коллектива, а не то, что мы сейчас покричим, постоим на коленях и все у нас получится. Нет, не получится. Затем, информационный ресурс, который получился, сейчас разрабатывается, еще раз говорю, я рекомендую вам, если вы активисты хотите что-то изменить на заводе, пользуйтесь этим. Это не раскрывает активистов, вы можете подключить членов РКР, членов партии, членов какого-то там профсоюзного объединения, в которое вы входите для того, чтобы продвигать идеи, которые вы скомпилировали своей активной группой. Ну и, еще раз говорю, что основное в борьбе рабочих, ну и всех трудящихся, это именно коллективные действия, в том числе и забастовки, без них не добиться ничего. Все, спасибо. Вопросы есть в выступлении? Пожалуйста. Луков Константин. Скажите, пожалуйста, вы обмолвились о том, что, и правильно, конечно, сказали, что медицина в первую очередь для людей, для рабочих, и включение в коллективный договор требования о дополнительной медицинской страховке, более судов, ДМС, они влияют на обеспечение больниц в дальнейшем дополнительными средствами, то есть улучшает это работу медиков в реальности, а не на каких-то бумагах и отчетностях. Слушайте, ну да, вот этот полис именно добровольного медицинского страхования, он более обеспечен деньгами, то есть предприятия туда могут влить больше, чем именно обязательное медицинское страхование, и на этом могут как бы работать отдельные клиники и развиваться в том числе, понятно, и повышается зарплата, и медицинское оборудование там чаще всего лучше, и в том числе, раз лучше оборудование и персонала больше, зарплата, ясно, там группируется один из лучших персоналов, но это не всегда, потому что есть понятие кумовства, но в целом, в среднем, в среднем, и лучше персонал, и лучше оборудование, и, соответственно, для вас, именно для рабочих, лучшая медицинская помощь. Вдумайся, конечно, все посерьезнее. Спасибо. Можете поподробнее раскрыть вопрос, как раз-таки момент с самого начала создания вот этого группы ВКонтакте, через которые производится кругом агитации, вопрос не связанных с работой, ну, с поведением договора, как это сделать аккуратно, беспосредственно начали встать? Ну, слушайте, если у вас совсем такая вот ситуация, когда надо конфиденциально соблюдать, то, соответственно, это делается следующим образом. Вы находитесь не в вакууме, вокруг вас есть товарищи, непосредственно вокруг вас сейчас такие товарищи, которые помогут, вот конкретно даже сейчас сидят здесь, которые помогут во всем. Вы можете обратиться к этим товарищам, чтобы они конкретно создали группу о вашем предприятии, и они начали приглашать туда людей, и когда уже, ну, как бы пригласите, то есть, Контакт имеет возможность приглашать по 40 человек в день, и когда это занимается сразу этим 7 человек, и вы работаете в плане, например, составили план на месяц, у вас уже есть какие-то слухи, статьи про разжевать, что творится на вашем предприятии, как должно быть, и как на самом деле, какие-то мемы, анекдоты по вашей, допустим, стали литейной, или какой-нибудь там отрасли кирпично-заводской. Соответственно, у вас уже есть план, в этом плане люди работают, и вы уже можете, в принципе, присоединиться, когда уже там сотня, две сотни людей уже приглашено, в том числе и вы, и уже работодателю особо непонятно, вы приглашаете, не вы приглашаете, вы, ну, как бы, всегда есть маза, блин, ну, все приглашают, и я приглашаю. Интересно же тут все. Как бы, вот приливка от этого. А и при этом вы остаетесь в тени, и разворачиваете работу, вы именно тот человек, который обладает информацией, знает, как эту информацию на своем заводе повернуть в нужную сторону. И особенно, когда это начинается с низов, когда идет становление коллектива, еще раз говорю, когда надо всем объяснить ваши там 7 пунктов из выжимки коллективного договора, но это вас не освобождает совершенно от написания коллективного договора, потому что, написав самостоятельный коллективный договор и обсудив среди товарищей, 7 человек минимум, вы уже, как бы, понимаете, куда идти, за что бороться, и, как бы, можете сплотить вокруг коллективного договора борьбу за коллективный договор коллектив. Но еще раз говорю, как показывает практика, можно и без заключения коллективного договора объявить забастовку по самым насущным, что вас волнует. И объяснить того рабочим. Видите, мы запросили 20, а добились 2. Не просили бы, не добились ничего. Выступили, получилось. Это будет, как бы, вот таким вот подкрепляющим моментом, именно вот для продвижения вообще всей дальнейшей работы. А вот не могли бы вы раскрыть детальные требования доступной медицинской помощи, кроме страховки? Что-то можно еще предложить? Как реализовать? Реализация очень простая. Это касается, допустим, возьмем горы Теннесс. Есть три предприятия. На нем работает почти все работоспособное население этого города. И вы знаете, что у вас находятся три больницы в совершенно плачевном состоянии. Вы понимаете, что... Вы должны, во всяком случае, понимать, что вот это плачевное состояние возникло просто из-за решения и нерешения этих проблем буквально 10-20 человек. Но эта медицинская помощь, у них своя медицинская помощь. А у вас... А вы ее лишены доступной. То есть, эти кидают какие-то подачки медикам, и вам подачки кидают в виде зарплаты, и им подачки кидают. И расчет на то, что где-то они друг до друга доползете, вот такие уже, вот такие все беспомощные, и вам, возможно, окажут нормальную медицинскую помощь. Но не окажут. И получается, что здесь вопрос уже встает о том, что это должно быть уже просто организация рабочих даже просто по тому принципу, что давайте хотя бы в нашем городе начнется нормальная медицинская помощь. Это может объединить также и ФНПРовские профсоюзы. Им что, медицинская помощь, что ли, не нужна? Вот, войдите с этим предложением, давайте объединимся рабочими коллективами, с вас там делегация, с нас это. Вместе решим, у нас насущные проблемы, падает здравоохранение, падает это. Все зависит, что мы стоим и стоим в стороне. Я вот был, например, в это, заехал в регион, называется Тверская область. Там вообще ужас со здравоохранением. Морова деревня, Тебрежский какой-то район. Ужас. Ушел последний медицинский работник. То есть, они платят за вывоз мусора 50 рублей. Если бы они скинулись по 2 рубля каждый житель, это была бы нормальная зарплата для этого уехавшего последнего медика. Было население в этот момент? Было. Стоял такой вопрос, что вы лично можете решить эту проблему? Не стоял. Его даже не ставили этот вопрос. И сейчас мы говорим о том, что есть объединение рабочих в конкретном городе. У вас уже сейчас, помимо ваших проблем, которые вы должны решать на этих рабочих советах, в принципе, эти советы несложны. Уже просто для решения даже ваших коммунальных. И все это решают рабочие города. Потому что вы должны понимать, что рабочие, главное, в стране. Станут рабочие, ничего в стране не будут. И мы, медики, существуем для обеспечения населения медицинской помощи, а не наоборот. Что население существует для того, чтобы мы существовали. Вот такой момент. Как это добиваться? Ну вот у нас в профсоюзе продвигаются еще пациентские организации. То есть это независимость. То есть одно дело медики такие встали. А другой пациент такие, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Они вообще ни от чего не зависят. У нас есть варианты, когда пациентские организации восстанавливали поликлиники целиком. Не дадим закрыть и все. Они ни от кого не зависят. Но опять же пациентские организации, это тоже организации. Люди не понимают, что они вправе создать любую общественную организацию. Возьмите типовой устав, соберитесь, там сразу появятся экономисты, бухгалтера, юристы. И вот она общественная организация, вот он устав, написан план, отчет. Самое главное, если вы собираете деньги, вот это вот, это особая отчетность. Потому что если вы хотите развалить какую-то организацию, придите и спросите отчетность по деньгам. И сразу вы развалите организацию. Поэтому есть кассир, есть еще контролирующий, внутри контролирующий орган. И все это каждый месяц собрали столько, потратили на столько. Вот они документы. То есть любая организация, будь то профсоюз, это вот главная отчетность, по которой легче всего развалить любую организацию. Создать общественную организацию вообще нет. То есть если когда, знаете, мы пишем письмо в правительство какой-то области, для того у нас нет больницы. Ну что вам это письмо? Вам это письмо ничего не даст. Вы должны понимать на местах, что если вы живете в этом городе, вы должны создать организацию для того, чтобы вести какую-то компанию для... Ну и поставить с собой цель, да, восстановить здравоохранение в нашей области. И тут же встают вопросы. А почему-то эта тетя Маша ушла, работала 40 лет, вдруг ее пнули. Почему ее пнули? Выяснится, что просто администрация охамела, обнагрела им все равно до этого. То есть у администрации больниц сейчас нету такого момента, что вот они зависят от качества оказания медицинской помощи. Они от этого не зависят. Врач оказывает эту помощь или фельдш, а там ставится просто палочка. Хоп! Оказано. Деньги пришли. Все, больше ничего не надо. Окажет медсестра? Ну и медсестра окажет. Палочка стоит, деньги пришли. Все. Понимаем, да, как сейчас устроено здравоохранение? Потому что сейчас не медицинская помощь, а медицинская услуга. И это сразу глобально меняет. То есть вот этот вот переворотик небольшой, заменка, подменка, все подробно. Создавайте рабочие организации, советы. Мы от вас зависимы, не знаю, как тоже сказать. Уважаемые товарищи, у кого есть что-то дополнители, может поделиться каким опытом по данному вопросу. В общем, я на чем хотел бы обратить внимание еще раз. То есть Григорий Вячеславович так весьма эмоционально и ярко рассказывал о том, как они добивались своих успехов. Товарищи, тише, пожалуйста. Но все-таки в итоге вернулся к одному важному моменту, что все-таки начинается все с самого низа, самого простого. И это движение как бы должно идти как ни крути, но постепенно, планомерно и от малого к большому. Конкретно у нас, хочу рассказать свой опыт, как мы, что делали, и чего у нас получилось. Началось где-то года два назад. Был написан проект коллективного договора, оказалось это довольно просто, гораздо проще, чем можно показать на первый взгляд. Но если с места смотреть вперед, как бы путь-то большой представитель, ну все-таки помним, глаза боятся, руки делают, а хоть делаем. Написали проект коллективного договора. Дальше руководствусь рекомендациями более опытных товарищей, естественно, потихоньку начинаем искать сторонников среди самых близких людей. И это тоже, кажется, довольно просто. То есть, к одному подошел, поговорил так не изначай, ну, может, не ошибка-то зашло. Ко второму подошел, ага, зашло, а раз-раз-раз, буквально в месяц делов, уже два десятка вокруг. И вот здесь мы совершаем первую ошибку. Как раз-таки к вопросу, который был задан недавно, насчет использования средств в облачных хранилищах. Для распространения проекта коллективного договора этот проект был закинут на Яндекс.Диск. И пересылался вот так вот, я виной смс-ки присылаю, ты по ссылке переходишь, и вот на тебе проект, ознакомься. Буквально человек 30-40, может, 50 уже о нем узнало, и кто-то вот такую же смс-ку просто раз переслать, уходит к директору. И все. И тут же, по цепочке сообщений, сразу походит на кого? Перед глазами. Но самый интересный момент, что вопрос печет и ничего. На самом деле, два года после этого прошло, работаю, никакого внимания ко мне нету. Стал такой, знаете, мандраж пропадать, такой страх пропадать, стали действовать уже более открыто. То есть уже прошла более открытые разговоры на рабочих местах. Уже начиная так, не тетность распрашивать, а что ты там зато, зато, зато говоришь. Вроде бы тоже. Ну, ну, гадать, что-то что-то. Не, не бьют. Но, тем не менее, постепенно вот эта безнаказанность, она маленько притупляет чувство страха, притупляет чувство осторожности. И в итоге дошло до того, что настал момент, когда все-таки стало нефтерпеж, видимо, руководство. И директор, наконец-то, лично позвонил, говорит, приходи ко мне, мы с тобой поговорим. Содержание беседы было очень неприятное. К сожалению, вот это устройство, которое у меня стежит на столе, ввиду незнаки их причин, он отключился во время разговоров. То есть, ничего на запись не попало, но я говорю, тебе или с работы уволю, или ты без здоровья остаешься. Так что, ребята, осторожность все-таки я рекомендую соблюдать. Не надо лезть на рожон. То, что вы сейчас безнаказанны, это не означает, что вы не на карандаше. И все-таки пришли к выводу к такому, что не надо прямо на глазах мелькать с бумажками, не надо на глазах витешительно находять в нужных местах. Вот о чем я спрашивал, да, как распределять тайну. Все-таки, да, в пристройке, аккуратненько между собой, кого знаешь, для начала заручитесь в поддержке тех, кто рядом. Если вас близки, не поддерживают, о чем говорите, о какой-то поддержке в клинике в целом. В рамках, в том числе, вот этой аккуратной работы, выяснился еще один момент интересный. Допустим, чтобы прийти в другую смену, ну да, я могу, допустим, прийти на полчаса. Времени немного, но все же успею зацепить какую-то беседу с предыдущей сменой. Да, я могу на полчаса, на час задержаться, перехватить еще одну смену. А вот еще одну смену мы не пересекряемся вообще никогда никак. И значит, надо прийти вообще в свой выходной. И вдруг оказывается, что проходя через проходную, я высвечиваюсь в рамке красным цветом, что я нерабочее время. Да, ко мне вопроса не было на самом деле. Какого фига я тут делал нерабочее время? Ну, в принципе, я готов, чтобы ответить. Ну, отмазаться. Ну, всем понятно будет, что это отмазка на самом деле. По вот этому ППВР, правилу трудового распорядка, оказывается, нельзя находиться на среде предприятия нерабочего времени. И был опыт, когда рабочего нашего же предприятия, ну, не филиалского, а основного, наказывали, сто процентов выговора описывали за то, что он пришел нерабочего времени. Его туда позвали по работе. Около года судились, доказывая, что наказали незаконно. То есть вот эту осторожность надо соблюдать в том числе и в рамках нахождения в других цехах, в рамках появления на территории предприятия вообще в целом. Да и в принципе вблизи завода, кажется, надо быть довольно аккуратным, потому что, допустим, раздавать газеты, как оказалось на своем предприятии, вблизи своего предприятия, это тоже опасное занятие, что я послужила конкретным поводом в итоге разговора с директором. Так что вот такой опыт, на рожон лезть не надо, все-таки, пока у вас бицепс не накачаны, как у Григория Вячеславовича, и пока вы не можете докрыть, не надо провоцировать никого. И на карандаш попадаться лучше не стоит. Ну, вот так же такой опыт. Уважаемые товарищи, я хотел бы немножко прокомментировать данное выступление в плане того, что опасность, она может возникнуть, я согласен, в любой момент. Но здесь надо понимать, вот у меня сразу первый вопрос, организации-то вообще есть у вас? Организации? Кстати, да, я хотел вопрос озвучить, ну, в рамках, наверное, другого формата, сейчас создали, я прокомментирую. Организации, вы имеете в виду какое-то урегулированное... Урегулированное... Нет, нет, профсоюз. Профсоюз. Ну, я говорю, вы, наверное, сейчас имеете в виду профсоюз. У нас есть профсоюз, который основной, в котором вопросы решаются директором. То есть мне директора прямо ускала, да ты профсоюз со своей стороны перетяни, потом со мной тегайся. То есть был такой даже момент. Естественно, там каши сварить не удается, даже выборы были в профсоюзе, допустим, ну, вообще профсоюз выборы были. Интересный момент, что вот эта агитация закол договора, вот эти все предложения, встречают очень много отпор со стороны рабочих, как непонимания, так или даже какой-то агрессии, спорят, ругаются, за счетом договора, что у них фигню, то какой-то стичневный рабочий есть и прочее. Однако, когда собрание собирается, кто в правую форму желает? Я желаю. Начальник лифтон желает. У нас начальника со стороны собрания в Четвером Союзе. Ну, хорошо. Начинается голосование. Вчера вот этот сам парень ругался, какой-то стичневный рабочий день. Сегодня смотрю, открыто. Начальник, руку тянет, не боится. За меня. Не за того же, как голосовать, начальник, ты должен. Пожалуйста. Но, тем не менее, буквально двух-трех голосов, что мне тогда не хватило на первом круге. Перехватили последним собранием. Было, в общем, четыре смены. Четыре собрания. Пятая смена выяснилось буквально за шесть часов, за семь часов до проведения этого собрания, что, оказывается, еще пятая смена дневная вообще отдельно проводится. Естественно, подрываясь, ну, мне сообщили, позвонили, приходил на собрание, я подрываясь, приезжаю, а там все подготовлены. Вот. У меня было в плюсе там порядка 15-17 человек, там 19. Я думаю, я на расслабоне, ну, всегда обычно, либо пополам, либо за меня больше. Я думаю, ну, я все, я выбрал. Проходит собрание все единогласно. 19 за начальниковского. И все единогласно против. Вот такого единодушия я не видел никогда вообще недельных мероприятий. Мы это мероприятие, получается, отменяем, ну, есть механизмы, проводим собрание по новой, то, что в следующий момент. Что касается как создания профсоюза, так и его перехвата в его управление, то инициировать это дело искусственно, дело неблагодарное. Почему? Потому что, ну, да, люди хотят каких-то перемен, да, люди надоели вот эти рожи приметлявшиеся. Но, чтобы профсоюз реально заработал, он должен работать именно снизу от коллектива. То есть коллектив уже активно работать тем. А вот к этому люди не готовы. И когда вдруг оказалось, что мы только что тут на полчаса, на час задерживаясь после работы участвуем голосованием, а теперь еще раз ты на заставляешь то же самое делать. Нет, теперь мы голосуем вообще за самого начальника. Сам начальник у нас теперь пропор, причем с разгромным учетом порядка на 30 человек плюс у него. Вот. Ну, понятно. Здесь вот следующий тогда вопрос, то есть попасть и рабочий профсоюз, тот, который есть, ну, как бы попытки были, не удается. А попытка создания своего? Попытка создания своего тоже есть, то есть мы собрались, учредили, да, у нас там есть порядка, ну, немного человек, но есть. Здесь еще один момент. Есть люди готовы вступить с силами подразделениями, то есть порядка там 200-300-500 человек, готовы вступить в этот профсоюз, готовы платить деньги и больше ничего не готовы делать. Мы, вот ты давай, мы тебе будем скидываться, ты делай. Меня это не устраивает, потому что я понимаю. Это ситуация общая, но на первых порах вы надо понимать, то есть, да, значит, какой-то коллектив сформировался, ядро ведь оно не будет, вот как товарищ Бобинов сейчас пояснял, то есть, когда нет еще количества, и из него вот этой качественной выборки делают рано, но когда может быть организация расширится, тогда и ядро появится. Но надо просто понять, чем заинтересовать и вокруг чего, значит, это ядро будет появляться, да. Ну, вот в первую очередь это, наверное, вот создание проекта, да, и пусть он будет выглядеть не так масштабно, а хотя бы одно предложение, потом другое предложение. Причем, когда вот получится, допустим, надеемся на то, да, что организуется, пусть там небольшой пока профсоюз, но, по крайней мере, вы будете уже действовать от своего имени и будете свой интерес продвигать. И параллельно, когда уже окрепнете, не надо опять же, то есть, у вас будет такая же ситуация, то есть, к примеру, вы не представляете большинства, тот профсоюз тоже не будет представлять большинства, но, по крайней мере, заинтересованность будет того, что вы реальной работой покажете и тому профсоюзу, представитель. Вот вы сами сказали, обычно так и бывает, ну, как бы, вот эти официальные, там, или как карманные, как угодно назвать эти профсоюзы, они существуют в большей степени из-за того, что основная масса в них – это начальство и те работники, которые к этому начальству, как бы, приближены, да. Понятно, что их интерес – это такой интерес, чтобы сглаживать углы, все вот эти вот острые моменты притуплять и, соответственно, ввести соглашательскую политику, ведь они, вот, как сейчас товарищ Ботов докладывал, они ведь для чего сидят? Им, у нас это было до 2009 года, значит, такая ситуация, то есть, как проходили подписания коллективных договоров, я вот первый раз поучаствовал, то есть, первый раз меня включили в комиссию, то есть, я увидел это, то есть, воочию, да, как это происходит. Ну, вот, приходят представители, значит, работодатели, говорят, вот, здесь мы это изменили, здесь это, как бы, разжевали немножечко, да, показали то, что вот мы это хотим, согласны, вроде, все согласны, все, вот, подписали, вот такая работа их устраивает. Только когда, вот, хоть и говорится в трудовом законодательстве, что на равноправной основе, с соблюдением интересов сторон, ну, не будет этого никогда. Надо понимать, какой их интерес, какой свой интерес, и вот, значит, не получается, я понимаю, что вот такая организация, она, у меня вот просто наоборот было. Они для того, чтобы парализовать работу нашего небольшого профсоюза, говорят, давай, иди к нам в профсоюз, мы тебя выберем председателем, потому что они представлены в, это, в холдинге, в каждой компании, мы тебя выберем председателя работы. Ну, здесь надо понимать, то есть, я должен предать свою организацию, да, то есть, на ней крест, уйти туда, там отвели, откинули, отрезали от коллектива, и все, и, в общем, они победили. То есть, они понимают то, что уже никакой борьбы там, если там загнется, уже не будет. То есть, здесь уже, ну, на данный момент, наверное, надо какими-то партизанскими методами делать, до какого-то определенного момента это дойдет, а потом уже вы сами почувствуете, когда надо будет выходить. Но использовать моменты именно работы с тем профсоюзом, то есть, наверняка тот профсоюз, у нас просто где-то уже это звучало, тот профсоюз никаких решений, никаких предложений не делает. Ну, у вас вот создалась какая-то группа, вы найдите хотя бы из того профсоюза, сочувствующего, пусть он будет не руководителем, а работником какого-нибудь другого цеха, но который действительно понимает, что, ну, я не верю, что даже вот в таких желтых профсоюзах вся масса поголовная, она вот чисто ради каких-то там меркантильных интересов. Все равно хоть один человек есть, которому что-то охота изменить, пусть он даже это как бы повесит на себя, что это будет его достижение, как бы будет этим гордиться, но через него вы какие-то вот эти вот поправочки сможете, значит, пробивать, просовывать, проталкивать. Вообще, по крайней мере, попробовать. И у нас это предприятие профсоюз официальный один, и состоит ему все-таки в нем, и вообще на заводе порядка 90% для отношений профсоюза, то есть это... Ну вот тогда вот, я понял, тогда вот о чем мы раньше говорили, рабочую группу надо создавать, рабочую секцию, да, и это будет отправной точкой вот именно для того, чтобы уже решать остальные... Надо все-таки работать от того, что есть, да, есть специфика в каждом рабочем месте своя, но все-таки есть какие-то общие законы, общие принципы. Когда в нем много состоит от того... Ну, 90% предприятия, но тогда от того уже что-то делать, а так нет. И вот эти общие тенденции, общие принципы, надо использовать, применять, адаптировать под свои условия, и, да, работать именно в том, что есть... Ну да, да. Чтобы так говорить, спасибо. Ничего не запрещается. Спасибо. А тут есть... Может, комендарь, добавлю, чем насчет запрещения? Именно принципиальный момент, не пытаться сделать какие-то фракции или отделения там профсоюзов, а именно в рамках действия профсоюза создавать больше рабочей секции. Почему? Потому что, да, в законе не запрещено, и вообще страх денег, а по профсоюзу хоть есть профсоюза составляет, но есть у нас, допустим, в Уставе прописано, что деятельность направленная на разделение не единства профсоюзов является основанием для его исключения. И мне даже... Это другой вопрос. Да. Ну, вставить, если я сюда, то я автоматически отсюда входит. Нет, ну, тут уже просто, это, аккуратнее надо действовать, и все, и смотреть, чтобы, как бы, ваши действия не подверглись этой формулировке. Так, уважаемые товарищи, есть еще кому что сказать по данному вопросу? Ну, можно высказывать тоже. Здравствуйте, Ковин Павел, город Новосибирск, кирпичный завод «Токаль». У нас также в феврале, ну, я уже выступал на РКР, в феврале был учрежден первичная ячейка, за это время, как бы, да, вот, с последнего РКР, когда я вернулся, то есть, были попытки того, что продвинуть коллективный договор, ознакомить с отраслевым соглашением. Ну, к сожалению, да, вот, как товарищ сейчас рассказал, что многие воспринимают это в штыки, как бы, ну, вообще не воспринимают никак, это у нас частная контора, типа, куда ты тут лезешь и все такое с этим. Но в попытках того, что не удалось ознакомить все, ну, не ознакомить, а как, вот это все продвинуть, решили не сидеть так на месте, и у нас вот по нашему городу, как бы, проблемы с доставкой, ну, не доставкой рабочих, а то есть, с... Прибытием на работу, так сказать, то есть, у нас, например, дается час, да, вот как, вот, подскользнулся, ты шел, идешь на работу, подскользнулся, это, как бы, уже, ну, случай производственной травмы, да. Но на это у нас дается час, получается, если ты вышел за полтора часа, ну, вроде как, уже не производственная травма. По сути, у нас, если выходишь за час, то все, ты опаздываешь, ну, это взыскание и все такое. Естественно, как бы, этот, как сказать, не то, что прям было нами инициировано транспорт, это было, как бы, всеми работниками, ну, замечено, то есть, все возмущались насчет этого. Ну, вот, конкретно я применял съемку, как я не могу попасть в транспорт, как я уже еду в транспорте, наш товарищ не может залезть, транспорт попал в кадр. Это все отправляли начальникам, как бы, в итоге собрали бумагу, ну, точнее, написали бумагу, собрали 43 подписи, все, как бы, директору, ну, это все направили. Да, начались там несколько кругов ада по поводу того, что переподпишите, а давайте, вот, вдруг вы не будете пользоваться, мы сейчас это все оплатим, вы пользоваться не будете. Доходило до того, что давайте тогда человека место, тогда, если кто-то не поехал, человека место оплачивать. Причем на первых переговорах, грубо говоря, с дуру, ну, я так вот подумал, думаю, ну, блин, если я буду пользоваться, то мне, вроде как, этот штраф и не страшен, что я, вроде как, ну, давайте я соберу подписи. И тут же, как бы, я всю ночь плохо спал, ну, понял, что, блин, как бы, не на то я согласился. Это, естественно, все устно было, как бы, никаких бумаг я не подписывал, на что я пришел на следующий день, сказал, нет, мы ничего такого подписывать не будем. Ну, мне на что сказали, ну, значит, транспорта у вас не будет, я сказал, ну, тогда на наше письмо ответьте мотивировано, ну, то есть, отказом. Ну, на что мне тоже в устной форме, естественно, сказали, ну, мы тебе давай на лбу зеленкой напишем, как бы, ну, это, как бы, ладно, такой момент. В итоге, там, месяца два, это все нас промурыжили, промурыжили, но мы все-таки на своем стояли, но некоторые люди уже, да, выпиши меня из списка, говорю, нет, не выпишем, уже отправили, поэтому, как бы, выписать мы вас не можем. Ну, в итоге, вот, все-таки, через два месяца мы, как бы, добились, да, того, что транспорт ходит, все, мы сейчас ездим, все хорошо, но случился тоже следующий момент, что, когда вот эти 43 подписи мы собрали, а нас всего человек, ну, кто-то говорит 80, кто-то 70, то есть, ну, такой небольшой у нас коллектив, то есть, 43 подписи, да, это уже более половины, как бы, ну, а руководители думали, что, ну, вот это мы собрали, типа, профсоюзом, как бы, что, и насчет помещения так же подошел, просто я там никаких подписей, я не собирал ничего, я говорю, вот так и так, что вот мне бы не, ну, не то, что мне, нам, точнее, для развития, неплохо было бы где-то заниматься, собираться и все такое, то есть, нам без проблем его выделили, то есть, никаких заморочек с этим не было, но получилось так, что один из, конкретно мой сопредседатель, он, его продвинули по карьерной лестнице, он стал руководителем, там, одной из подразделений, на что он первым делом практически сказал, что нет, там, не 43 человека, там, ну, грубо говоря, намного меньше, конкретно сейчас у нас 9 человек, вот он про все это рассказал, ну, и в ответ, не в ответ, а, как сказать, впоследствии этого, ну, на себе ощутили вес, будто бы на нас что-то положили, в общем, вот так вот, ну, вот такая вот история, больше особо сказать нечего. А вы ему зеленкой ничего не написали? Ну, это, как бы, такой момент, как бы, что на это обращать внимание, как бы. Получается, диктофон, должен быть диктофон, такие моменты. Вообще, в принципе, если, Павел Юрьевич, лесоремонтник, что-то, да, сам, раз, какая-то, в принципе, если ситуация складывается так, что нужно идти к директору, один гражданин, который у нас приезжал на РКР, он давал хорошие слова, что заходишь на предприятие, у тебя отключенный диктофон, вышел с предприятия, выключил, все. Ты не можешь подгадать, когда тебя могут вызвать директору, допустим, ликмастер, там, начнет тебе какие-то вещи, говорит. Я вот очень сильно пожелал, когда мне тоже там говорили, значит, ты в субботу выйдешь, иначе тебя уволят. Ребята, вы сейчас наговариваете на статью. Они что-то как-то стали сразу, мне-то не понравилось, что я им сказал? Если бы я им сказал, что я его еще записываю, они совсем, наверное, отказались. То есть, это работает, хотя бы морально работает для того, чтобы обезопасить тебя. Я согласен. Раз, на второе, если претендент такой будет, вдруг, в принципе, можно сказать, что там, Евгений Валерьевич, я вам записываю. Вы что-то хотите мне сказать серьезное? Давайте, хорошо. Если суд будет состояться, в случае того, что ты предупредил человек, он и говорил тебе все равно. Уважаемые товарищи, я вот еще, значит, другой бы предложил момент, запись-то, она может быть хорошо, значит, ну, как-то это, да. У всех, тем более, сейчас новые средства, телефоны практически у всех есть. Но я бы рекомендовал, вот даже как профсоюзник, да, по возможности вообще не ходить к начальству одному. Вот вы понимаете, значит, вообще, как себя руководитель ведет с себя одним. То есть, вы, во-первых, можете, придя вдвоем хотя бы, минимум вдвоем, он уже не скажет всех тех вещей, которые бы он хотел бы сказать, пусть он там будет в горячах, там, или еще как-то. Потому что уже есть свидетельство тому, что он там позволит себе грубость, там, или еще какое-то, значит, обращение к человеку. Если вы придете втроем, это еще сильнее будет. А если вы всем правкомом, к примеру, закатитесь в кабинет, вы сами понимаете, тут он уже... Просто у нас был такой случай, ну, как бы, внутреннего характера, там, в детали не буду вдаваться. Нам нужен был ключ, грубо говоря, от двери в одно помещение, да. То есть, мы зашли, зашли, ключи нам, ключи находятся у заместителя директора по хозяйственной части, она нас неделю мурыжила, вторую мурыжила. Мы, значит, приходим к директору, и мы еще не успели рта открыть, он говорит, вы уже на меня давите. То есть, он видит, стоит человек, вы пришли потребовать, то есть, он уже понимает, что вы пришли потребовать. Там, допустим, следующий вопрос, вызывает начальник цеха. Ну, и здесь надо понимать, конечно, что вы должны соответствовать, чтобы там, люди шли свободно и чисто, да, как бы, без всякого душка, там, как говорится, да, и всего прочего. Вы вызывает начальник цеха, там, к примеру, неважно по какому поводу, подписать ли какой-то документ или поговорить там на какую-то тему. Почему, когда, допустим, острые вопросы в коллективе обсуждаются, есть такая норма, выдернет от того, особенно это делают как? Вот, допустим, они видят, от кого идет инициатива, да. Ну, я сейчас говорю не о больших коллективных действиях, а о маленьких. Значит, идет там какая-то инициатива, то есть, коллектив для себя решил, вот, к примеру, не вечерим больше, все, да. Соответственно, что, у него вопрос, что происходит, почему не вечерим, вроде, надо это, работу выполнять, там, туда-сюда. Ну, во-первых, из-за того, что вы и организуете ее сначала согласно трудового конца. А во-вторых, ну, извините, вот у меня, какая вам разница, чем я занимаюсь в конце, ну, после своего рабочего дня, это мое личное время, как хочу, так и трачу. В принципе, здесь объяснено. И здесь, значит, какие уловочки они могут быть. То есть, те, которые, люди, грубо говоря, убеждены, они, понятно, они себя могут и в одиночку отстоять. А те люди, которые, ну, как бы, недолго работают или моложе, допустим, основного возраста, да, там, бегать, они молоденького могут позвать, оказать на него вот это вот административное давление, тот, вроде, знающий этот, начальник, уважаемый человек, вот, как вот. То есть, человек начинает в одиночку теряться, и, соответственно, воля работодателя, она на него, как бы, тоже давит. Он может прогнуться, там, согласиться или как-то. То есть, вот это вот выдергивание из коллектива, оно имеет место быть. То есть, чтобы навязать свою волю. Для этого, как бы, и молодежь не надо в этом, общаться надо, в первую очередь, с коллективом. Тянут одного, сказать, нет, один не пойдешь, пойдем втроем. Ну, так вот надо, я считаю, действовать. И тем самым вы и себя эмоционально будете сильнее чувствовать. Ну, что ты пришел один, он у тебя открыл рот, ну и записал ты это хамство, ну, дальше чего? Дальше ты пришел один, ну и пиши ты опять, и опять это хамство. А здесь даже момент хамства можно пресечь, потому что он себя уже, когда перед ним двое рабочих стоят или трое, он уже себя так вести не будет, к примеру. А если будет, эти двое-трое пошли и рассказали, как себя ведет. То есть, уже не ты эту информацию там куда-то будешь распространять, а живые свидетели расскажут, что вот себя как-то неадекватно человек ведет. Ребят, надо что-то с этим делать. Или обратиться туда-то, туда-то, или сами давайте что-то как-то решать. То есть, вот это вот позволять в одиночку действовать, а то, а некоторые, знаете, даже гордятся. А, меня директор позвал, сейчас я пойду с директора разговаривать. Но тогда, кто так себя ведет, мы понимаем, о чем он говорит. Он говорит не о коллективе, он говорит, а вот бы неплохо, мне бы вот ИСН этот стимулирующий на бабочку поднять, или еще там кого-нибудь вот со мной. Вот так вот, да. То есть, он за коллектив уже никогда не скажет. Он идет туда решать свою проблему в одиночку. Да. В союзе действий в Пензе непосредственно таким образом поступали. То есть, ходили не меньше трех человек. Вот, вот, вот. Кого-то называют, сразу идут в трое. Ну, в страховке, если что-то не понимают, выдергивают оттуда. Сразу предупреждают, будем вести видеонаблюдение, будем все записывать на диктофон. По должностным обязанностям, у человека в должностных обязанностях не стоит ходить к начальству. Поэтому, если вас вызывают в рабочее время, вы можете не идти. Если вас вызывают в нерабочее время, вы можете не идти, потому что это ваше свободное время. Спасибо. Нет, ну тут дело в том, что пришлось, меня никто не вызывал, пришлось самому как раз идти, потому что, ну, там все остановилось, затормозилось, как бы. Поэтому пришлось выходить самому. А второе, еще забыл дополнить, что все равно у нас разные смены, то есть я пятидневщик, но у нас многие, кто 12 часов работают, у них смены дневные, ночные. И вот для совместного общения еще также, ну как бы я и прочитал в Трудовом кодексе, чем вообще должен заниматься профсоюз, это естественно организация досуга. Также вот поискали, да, где вот можно, ну какой досуг и все такое, то есть нашел одно место, ну везде вот, например, дорожку выкупить, 2800, да, там до восьмерых человек, как бы, ну для нас это такая сумма, в принципе, не подъем. Ну для кого-то, например, я бы, может, и мог бы заплатить, но у кого-то семья большая, еще какие-то проблемы, не могут себе такое позволить. И в итоге вышли тоже у себя, Xfit, контора называется, вышли, то есть, ну и как бы приехал с менеджером, поговорил, говорю, так и так, она говорит, ну 2,5 в месяц у нас полный безлимит на тренажерку, на бассейн, что, ну я говорю, ну наверное это не совсем подходит, потому что я как бы не один, нас до 10 человек, грубо говоря, что, ну наверное мы откажемся, потому что, ну не подходит. На что они, ну как бы, в погоне за прибылью, или как сказать, они предложили, ну сколько у вас человек, говорю, так и так, вот 10, они, ну все единовременно ходить будут. Я говорю, ну нет, у нас как бы сменная работа, что, ну 2-3 человека в неделю, я думаю, будут ходить. Ну на что они также согласились, как бы, все, ну, то есть, получалось, платят один человек, но можно было уже как бы ходить небольшой компанией, так сказать. Ну считаю тоже, в принципе. Если вы добились это, что работодатель вам стала? Нет, это, я хотел, чтобы это еще и работодатель оплачивал, но дело в том, что все остановилось на том этапе, что, ну не все в итоге стали ходить. То есть я хотел, да, чтобы это как-то массовый характер приняло, но, к сожалению, так не вышло. Ну все равно, как бы, ну хотя бы так, это уже какое-то коллективное сплочение, я считаю, и все такое. Спасибо. Все, перерыв. Можно реплику? Что? Можно реплику? Ага. У меня хочу задуматься еще раз вопрос о посещении руководства. Многие работники боятся отказать начальнику, когда им там звонит, иди ко мне. Позвольте, я попробую напугать, выходить к начальнику. Посмотрите, вы выходите на работу, естественно, знакомитесь с различной документацией, но в частности с инструкцией по охране труда, где прописаны ваши работы в начале смены. Вот там понадобится, получить задание и приступить к работе в соответствии. То есть все, вам пробираться к папировке, вы обязаны выполнять в соответствии с инструкцией по охране труда. Если вы в рабочее время покидаете порученные вам объем работ, вы нарушаете инструкцию по охране труда, вы нарушаете правила трудового распорядка, то есть вас уже надо доказать только хотя бы за это, а признаваться еще могут повесить, что из-за вас кто-то там прождал простой оборудованием, был, короче, еще и на этом нагреться. Короче, не надо злоупотреблять этим давлением кратчайника и ходить к нему по поводу и без повода. Вы сам приходите. Да, я боюсь туда идти, потому что сейчас что-то случится, работа, а гадости мои. Вот в этой плоскости можно как-то отбиваться. Прошу, что не пришлось, я же тебя звал. Ну, у нас просто пришлось идти, потому что если бы я не пошел, то тогда они бы к нам не пришли и все бы так остановилось. Ну, я понял, все. Спасибо. Товарищи, разрешите поделиться опытом, как работать именно в первичной профсоюзной организации, потому что у всех одни и те же ошибки, в том числе и в профсоюзе действия, именно как работать внутри коллектива, именно что такое профсоюз и как. Это же бесплатная организация, тут самое главное бесплатная, почему я должен ходить и бесплатно там работать. Вот это вот основной момент и как сплотить внутри. Короче, правила очень простые. Первый момент. Все должны знать, что ваш правком собирается каждый день, ну, регулярно в одном и том же месте, либо в каком-то понятном месте. То есть, это встречи должны собираться раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. Но они точно знают, что это будет. Второй момент, второй принцип. Кто пришел на правком, называете это правком профсоюзный комитет, тот и принимает решение. Не те лица, которые в бумажке, там, да, пять человек, которые могут и не появляться там некоторые, а вот именно все, которые пришли, те принимают решение. Третий момент. Решение должно приниматься, у вас должно консенсус быть. То есть, это сто процентов, что все за. Почему? Потому что это бесплатная организация, то есть, вы пришли и не согласны с этим решением. Вы будете его исполнять? Да ни хрена вы не будете его исполнять. Нахрена нам нужна, я бесплатно буду еще какую-то фигню, они там, напридумывали, это буду восп... Пока не добились консенсуса, это ничего не выполняется, либо откладываете, кто-то свои аргументы, какие-то обстоятельства возникнут, вернете в следующий раз к этому вопросу. Обязательно есть председатель, который готовит план, у вас должна быть повестка. И когда вы приходите по этой повестке, понятно, кто председатель, кто готовил эту повестку, кто-то председатель и назначает секретаря. Все время под запись, и у вас должно быть в журнале. Решили, сроки определили, соответственно, проконтролировали. Без контроля никак, то есть пятый пункт – обязательно контроль. То есть без контроля все организации рассыпаются, все рассыпаются. Основной, смотрите, вот теперь основной, шестой момент, очень-очень важный. Вы создаете группу, допустим, в Google, ну в Google там есть такая фигня. Идет рассылка информации только в одностороннем порядке, но рассылка идет всем. То есть, допустим, у вас в коллективе, ну в вашем профсоюзе сейчас 50 человек. Из них 40 спящих. Это вас не должно вообще никак волновать. Но это волнует, но вы смотрите. Вы им все равно отправляете то, что было на правкоме. То есть обращайтесь по имени-отчеству. Владимир Иванович состоялся правком. На правкоме решили то-то, то-то и то-то. Ваше мнение по этому вопросу? Вы за или против? Либо мы рассмотрели то, что мы рассматривали с вами на прошлый раз. Что вы считаете по этому поводу? Мы приняли вот такое решение. И это должна быть рассылка после каждого правкома. Люди понимают, что они их помнят, они в организации, они получают. Потому что у всех, может быть, был уже какой-то опыт. Вот сейчас только что говорили об этом внизу. То есть опыт такого плана, что вроде бы группа одна создана. Вроде бы туда закинуло это решение собрания. А реагируют только два человека, которые. А это вот как всегда. То есть я, например, когда был, ну, допустим, командовал курсом. Вот они стоят 140 человек. Надо перенести бревно. Пока не назначишь двух. Пока конкретно лично не обратишься к этим двум. Бревно так и будет лежать. Тут такой же принцип. Пока ты не обратился по имени-отчеству. Это очень важно. По имени-отчеству. Что мы то-то, то-то. И в этой же группе, ну, в этом же, там, ну, там есть различные таблицы. Обязательно по графику. Они знают, что по графику такие-то собрания. И еще профсоюз наметил такие-то, какую-то конференцию вдруг. Какой-то РКР хрен знает, что это такое. Вот тогда-то можно доехать. Еще чего-то такое. Это, и каждый рабочий этот план видит. Он знает, когда прийти, когда что решать. Что решается на правкоме? На правкоме решается не только, там, подготовка к коллективному договору. Хочу всяких моментов в жизни коллектива, которые надо решать. Вот я пример, например, привел пример. Это, например, ну, придет он там, блин, у меня теща заболела. Где доктор? У меня есть доктор. И тут же человек из этого коллектива может найти доктор. Вот это профсоюз, вот это я понимаю. Или же там какой-то на рабочем месте какая-то травма, да. Это же не входит в коллективный договор травмы. А это конкретное дело. Начальство пришло, прессануло этого товарища. И все, он поплыл, он подпишет любую бумагу. Произносной травмы нет, доплат нет и дальше. А тут нет, нет, на правкоме. Стопы, стопы, стопы. Ты лишишься этого, этого, этого. Не надо, не надо вот этого всего. И, соответственно, у тех, кто организует, то есть у коллектива, у этого, да, это уже восьмое, должно быть понимание, что это за организация и зачем вы туда собрались. То есть я прихожу и спрашиваю. Федина, а что у тебя за организация? Что ты там делаешь-то? Вот я пришел, ну и что ты тут делаешь? Что вы тут создали? Для чего? И Федин уже дома, прям сразу, у него это уже должно быть набито. Он говорит, ну мы создаем эффективную организацию для защиты трудовых прав нашего коллектива. Блин, серьезно. Подожди, это еще не все. Значит, смотри. Первое, на первом месте у нас стоит уважение к каждому. Ты за это? За все, ты наш. Солидарные действия. Ты за это? Блин, это вообще классно. Третий принцип. И вот эти принципы, по которым вы работаете, ну это вообще не организация, это моя мечта. Ну и у нас есть такие направления, вот юридическое направление в три этапа, вот это, вот это, вот это, вот это. Ты какой вот прям конкретно сейчас берешь? Все, я сажусь, вот я все три беру. Вы такие молодцы. То есть вы должны еще сказать, кто вы, что вы и зачем вы, и что вы собираетесь делать. Потому что это не только колодоговор, это жизнь на предприятии. И вы должны ее контролировать от и до. Все, спасибо. Уважаемые товарищи, продолжаем заседание Российского комитета рабочих. Значит, у нас еще не закрыт вопрос борьбы за прогрессивный коллективный договор. Есть у кого еще что-то по этому поводу выступить? Владимир Михайлович, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Уполном обращении Российского комитета рабочих по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Я начну с критики Ленинградской партиорганизации. Почему? Потому что у них, в организации, есть такой столб специалист по коллективным договорам, по созданию коллективных договоров и по продвижению, как Федотов Константин Васильевич. И я, честно говоря, ожидал, что по этому вопросу он подготовит человека. Сам он приехать не может, это однозначно, или по состоянию здоровья. Он подготовит человека, который очень внятно расскажет, как это делается. Вот этот коллективный договор, который товарищ Бобинов показывал, это творчество Федотова. Есть там элемент коллективности, конечно. Но база – это Федотов. Поэтому очень бы хотелось, конечно, услышать именно его интерпретацию этих действий, которые мы сейчас обсуждаем. Так, ну а теперь непосредственно к вопросу. Вообще с чего начинается момент, когда начинается продвижение прогрессивного коллективного договора? Ну с какого момента? С того момента, когда человек берет ручку, берет себе за голову, пишет «проект коллективного договора». А потом начинает уже все остальное. Вот с того момента, когда человек начинает составлять проект коллективного договора, начинается продвижение. Если писать без мысли о продвижении, это бессмыслица, можно писать что угодно, можно басни писать. А вот коллективный договор – это документ, который будет в задумке лимитировать деятельность и администрации, и коллектива. Поэтому задача коллективного договора с самого начала, с момента вот приступил к его написанию, значит, ты уже начинаешь продвигать этот коллективный договор. Вот. Далее. Следующий шаг в продвижении этого коллективного договора надо в процессе написания клавы, может быть, разделы, доводить до коллектива, чтобы люди знакомились, читали, давали предложения. А когда человек даёт предложение, и это предложение включается в проект колдоговора, человек берёт на себя ответственность. Очень важный момент. Он прямой участник создания коллективного договора. А раз он прямой участник, значит, он уже за что-то отвечает. Это направление о том, чтобы организовывать коллектив, так сказать, на создание этого колдоговора. Элемент единства вносится. Собирать подписи. Да, надо будет, наверное, собирать подписи в конце. Но если люди будут участвовать в написании коллективного договора, они с удовольствием дадут эти подписи, с удовольствием его поддержат. Потому что это их коллективный договор. Вот это вот очень важный момент, что с самого начала надо привлекать к участию в создании колдоговора рабочих, рядовых рабочих. Далее, переговоры. То есть колдоговор сверстали, все заявляете в администрацию. Вот Валентин Владимирович тут сказал, вот администрация получила, сделала анализ и нам вернула. А вы им что, на анализ в баночке принесли этот колдоговор? Вы им принесли колдоговор как основа для переговоров. Все, ваш анализ, да ради бога, давайте. Только потом, в процессе переговоров, один момент, другой момент. Мы здесь уже обсуждали это на первый раз. Звучит, что вот администрация, и там у них свой проект, и вот мы участвуем. Не надо участвовать в согласовании их проекта. У нас свой проект. Вот задача, свой проект дать. Это вот наш проект. У них на час позже они свой проект принесли. Все, ребята, мы с вами не разговариваем. Вот проект базовый, который, так сказать, первым подан от лица трудового коллектива. Давайте обсуждаем его. Далее, в процессе переговоров. Вот огульщины такой вот. А вот нам тут вот не нравится. Вот не нравится все. Не бывает такого. У нас идут переговоры. И вот, надо четко понимать. Переговоры две стороны равные. Так, и переговоры идут по разделам, там скажем. Первый раздел. Оговариваем заранее, там, за неделю с администрацией, что вот такого-то числа мы рассматриваем права и обязанности администрации, профсоюза и работников. Пришли на переговоры. Администрация говорит, вот, вы знаете, мы тут успели немножко, мы вот тут вот это вот. Все, ребята, привет. Мы с вами не разговариваем. А давайте сейчас почитаем. Не надо. Вы почитайте, а потом поговорим. Встали, ушли. Один раз встанете, уйдете, они будут дисциплинированными. Если они второй раз это не поймут, тогда опишите сразу протокол разногласий, что в связи, смотря в протокол, что в связи с неготовностью стороны администрации переговором, переговоры передвигаются, и, соответственно, вот этот трехмесячный срок передвигается после этой записи. Вот это очень важно. Наступательную позицию надо держать все время, когда ведутся переговоры. Значит, коллективные действия. Коллективные действия проводятся на всем протяжении ведения переговоров. Не надо никаких подписей собирать, потому что подписи на то, чтобы люди представляли коллектив, представляли интересы, уже собраны. Вот они представляют, им говорят, нет, эти интересы мы не принимаем. Они говорят, все, ребята, наши интересы не принимают. Это основание для того, чтобы приступать к коллективным действиям. Значит, мы этого не понимали, всего я участвовал в заключении трех колл-договоров. Мы этого не понимали на первом колл-договоре, на втором мы это уже понимали, и там было так. Так, ладно, не согласны, не согласны, вносили в протокол разногласий. Значит, с той стороны главным был у нас замдиректора по экономике. Стоп, нет, давайте не будем, давайте договариваться. Чего ты боишься-то так? Он говорит, ты сейчас выйдешь, скажешь, что в протокол разногласий, и вы начнете забастовки, начнете, у-у-у-у, нет, не надо, давай договариваться. Это я совершенно серьезно говорю. То есть запись в протокол разногласий является основанием для коллективных действий. Не надо ничего предвидеть, какие требования. Вот оно, записывайте. Все, есть требования. И право есть отстаивать это требование. Это по крохиным действиям. Так, организация, арбитража, примирительные эти все дела в процессе антасоцкоррективного спора. Валентин Владимирович, почему возник вопрос, что вот представители администрации, там, чуть ли не президентской, надо обязательно в этом арбитраже. У нас независимым арбитром был Александр Владимирович, доктор экономических наук. Не привязанный никому. Он независимый. Он не привязан ни к администрации, никуда. Есть возражения? Ну, вроде бы и есть, потому что вот Кудрявцев с Золотом знакомы. Я знаком с президентом, ну и что? Вы что, ребята, глупости-то говорите? То есть, доводов, если нет, у противной стороны. А когда этот арбитражный, представитель арбитража, который ведет этот арбитражный спор, он, скажем, юрист из огласной администрации. Все, ребята, извините. Он человек зависимый. То есть, надо использовать ресурсы, те, которые есть у нас. Особенно в подборе кадров. Вот. По формированию комиссии. Ну, во-первых, комиссию делать большую и нежелательно. Вот этот переговор, когда по заключению коллективного договора. Я сейчас говорю про предприятие, про медицину, я ничего не знаю, я не говорю. Значит, большой комиссии делать не надо. И очень желательно со стороны трудового коллектива абсолютное большинство рабочих. Вот у нас было пять человек. Три рабочих, три ИТРовца. Уже мы промахнулись. Надо было три рабочих и одного ИТРовца. Почему? Потому что в процессе переговоров у ИТРовцев есть, как я говорю, стремление к недопустимым компромиссам. Они раз и приметнулись на ту сторону. И получается, что большинство комиссий там за что-то или наоборот против мы остаемся в меньшинстве, у нас не хватает силенок. Вот. Ну, то, что фиксировать, брать на карандаш каждое движение, каждое слово и тем более каждое решение, это, я думаю, вы уже все знаете. А это очень важный момент. формализация это, так сказать, конек администрации, они считают себя сильными в этом плане, но они ошибаются, когда к этому рабочие серьезно начинают подходить, все это выглядит несколько иначе. Вот. Ну, и в результате переговоров у нас получилось так. Значит, юрист заводской, он не был в ставе комиссии, он был консультантом, типа так, сидел в сторонке. Значит, на переговорах, вот мы сидим в кабинете, значит, ведем переговоры, все, он толдычит все, так сказать, в пользу администрации. После переговоров выходим, он берет под руку, отходит и говорит, значит, так, будь готов, я понял. Если вначале он вот только так, в конце он уже понял, что да, тут и его интерес есть, прямой. Это один момент, другой момент, а оказывается, реализовать что-то можно. Вот. Для того, чтобы коллектив пошел, нужны победы, балюсенькие, вот, минимум побед, для того, чтобы людей побудить к действию, что действие дает результат. Вот, будет результат, малейший результат, уже появятся люди. Появятся люди, появится более высокий результат. Ну и так далее. Развитие в развитии коллектива. Вот. И все достижения только возможны, когда коллектив организован и достаточно един. Да, и в отношении защиты, так сказать, актива. мы рассматривали здесь уже этот вопрос. Лидер силен и спокоен силой поддержки коллектива. Если у меня была полная уверенность, что меня поддержат, я совершенно спокойно с директором, с кем угодно. Я спокойно разговаривал. Да, и очень важный момент, здесь уже вы говорили, подчеркну еще раз, не ходить в одиночку. Потому что даже если ты этого не говорил, ты это уже говорил, если им это надо. Всего спасибо. Уважаемые товарищи, я разговаривал с председателем Кондра Авучей Академии, вот он такую мысль высказал предложение и тактику так скажем по продвижению заключения кол договора. То есть вот этот этап длительных переговоров вот как Валентин нам рассказывал это довольно такое дело ну много времени занимает подготовки большой большой вот и в принципе если кол договор действительно прогрессивный да то может быть имеет смысл рассматривать его не по пунктам а вот в целом то есть как бы ну это позволит сократить вот эти длительные да переговоры длительные переговоры в принципе все вот вы принимаете его нет не принимаете ну в целом ну и все если не принимаете значит переговоры закончились на этом этапе вот и дальше ну дальше там разногласия вот процедуры дальнейшие то есть это позволит вот ну пройти эти этапы как бы быстрее да вот и ну во-первых вот этот энтузиазм да вот это когда вот эмоции да вот на производстве там какие-то проблемы начались да вот идет подъем подъем то есть возмущаются люди разговаривают то есть это вот но потом это спадает то есть это волнами идет то есть пока это все вот эти переговоры длительные они ну вязнет все это вязнет и как-то народ тоже остывает вот то есть вот смысл в том чтобы ну как-то пройти этот этап то есть ускорить это я вот не знаю честно говоря у меня-то опыта такого большого нет по продвижению полдоговор написан вот и выжимка там ну так конечно разговоры ведутся вот так постепенно так это самое ну понимание там что-то конечно то что касается зарплаты это все понимают а по поводу шестичасового рабочего дня ну так еще не особо вот но люди понимают что действительно без без коллективной борьбы да ну ничего не получится но пока пока не не готовы у нас коллективным действием вот ну по крайней мере как я чувствую в своем подразделении так дальше я как бы пока не продвигал но в общем так вот я к чему что это самое то есть если получится довести дело до до забастовки да вот таким образом то есть ускорить этот процесс да переговоров и дальнейших процедур то это позволит ну непосредственно как вот большевики да это сам явочным порядком то есть забастовочный комитет установит значит режим забастовки то есть это форму забастовки там как частично вот по часу да или по два по часу по два там уже как или бы там рваный какой-то режим но это уже будет решать там люди на местах но то есть и тогда возможно получится принять полдоговор в целом вот ну возможно там это займет месяц там два три я не знаю ну по крайней мере люди уже будут работать вот и возможно семь часов шесть часов вот то есть цель сокращения рабочего дня будет достигнута пусть конечно пока без сохранения вот ну по крайней мере уже такой прецедент будет ну а возможно в результате забастовки если это прогрессивный коррективный договор то там есть пункт о шестичасовом рабочем дне и и вот возможно удастся его заключить в целом полностью вот это хотел сказать спасибо спасибо вопросы так какие-то вопросы скорее попали рвать своими размышлениями вот подключало предложение как-то ускорить данный процесс переговорный путем обсуждения договора в целом но я вижу здесь несколько проблем первое договор в целом они по пунктам мы не прорабатываем его детально и тем самым решая все возможности получить хоть что-то уже на стадии переговоров что наоборот может подогреть аппетит у коллектива в целом а второй момент не менее важный ускоряя вот этот процесс искусственным образом мы решаем себя в возможности использовать это время переговора для того чтобы работать с коллективом когда все только начинается проблема коллектива в чем в том что они еще мало погружены мало дисциплинированы и ожидать что люди с недостаточной мотивации с недостаточной дисциплиной смогут эффективно провести забастовку нет таким образом можно много наломать гроху и только хуже наделать поэтому все же предлагаю придерживаться ранее предложенного плана как говорилось что выходим переговоры составляем план что сегодня вот этот пункт вот этот раздел и по нему прорабатывают дальше используем неделю там 2-го свободного времени для того чтобы проработать с коллективом наладить контакт такое короткое мое замечание еще выступление будет тогда предлагается заслушать проект постановления по вопросу борьба за прогрессивный коллективный договор для того чтобы принять его за основу чтобы подумать внести какие-то изменения возможные проект постановления российского комитета рабочих борьба за прогрессивный коллективный договор российский комитет рабочих заслушав и обсудив доклад председателя правкома профсоюзной организации защиты сарусской генерирующей компанией ВВК подчеркивает что коллективные действия работников в целях заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора являются главным средством отстаивания прав и интересов работников представители ряда первичных профсоюзных организаций России в соответствии с рекомендациями РКР составили проекты коллективных договоров выгодных для работников тем самым выполнены исходные условия для борьбы за прогрессивный коллективный договор профсоюзной организации подготовившись свой проект коллективного договора необходимо заранее готовиться к коллективным действиям в его поддержку в этих целях выжимка из прогрессивного проекта кол договора должна быть размножена и роздана каждому работнику на этой основе необходимо провести широкое обсуждение проекта разъяснить что он выражает интересы каждого работника работа профсоюза по продвижению прогрессивного проекта кол договора всегда встречает ожесточенное сопротивление работодателя зачастую сопровождающиеся потоками лжи обмана и клеветы в отношении представителей работников работники могут и должны противостоять противопоставить извиняюсь работодателям свою организованность и сплоченность продемонстрировать на деле готовность к борьбе за свои интересы профсоюз обязан добиваться соблюдения работодателям норм ведения коллективных переговоров закрепленных трудовым кодексом российской федерации статьи 36-39 необходимо чтобы представители работников участвующих в коллективных переговорах подготовки проекта коллективного договора были освобождены от основной работы с сохранением заработка согласно статье 39 ТК РФ опыт борьбы за заключение прогрессивного коллективного договора показывает что выгодный для работников в коллективный договор не может быть заключен без коллективно трудового спора только тогда когда требования работников поддерживаются коллективными действиями этот спор разрешается в интересах работников заключением коллективного договора норма которого улучшает положение работников по сравнению с предыдущим кол договором российский комитет рабочих рекомендует вести планомерную подготовку к ведению коллективно трудовых споров и обмениваются опытом и методическими рекомендациями по их проведению значит данный проект постановления уважаемые товарищи предлагается принять за основу прошу голосовать кто против воздержавшийся уважаемые товарищи напоминаю что редакционная комиссия которая будет работать на постановлениями российского комитета рабочих является в составе всех докладчиков и научных консультантов это товарищ Юрков золотов диктюр если у кого-то будут какие-то правки в письменном виде редакция редакционную комиссию точнее прошу обращаться субтитры субтитры субтитры